ну что жду сетку вместе с вами что могу сказать еще а вот и сетка готова там правда часть сетки будет не видно получается ну ничего страшного ссылка на группу вконтакте в описании канала в так вот он это себе респектую спасибо большое есть в описании ссылка из к 2 тиви и гуд гейма есть в описании ссылка переменовываю стрим уже переменовываю канал побриться не успел пока здорово вердос будем надеяться сегодня очень элегантный день у меня просто настолько элегантный день что у меня пригорело даже маленько вот еще и видите пааааааааааааа это Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... короче надо подгонять будет что иначе он маленький остается этот текст ладно чуточек подгоним потом вот так пока что зачем мне брить голову мне надо лицо брить ребят прошу прощения что отвлекся короче просматриваем сетку хэппи марин вижу из наших далее сливка сегодня на работу походу не надо сливка играет тоже и в дни потом 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 смотрим ниже и так 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 полен вердоз тут у нас кто у него тут рядом сильных прям слишком не вижу игроков оленджер тут из наших смотрю шатдаун такой неплохо проц птидрога относительно недалеко птидрога тут украинские флаги арк тур вижу база за ниже смотрим дмс а вот птидрога с дмс в одной сетке получается но они встретятся там где-то сверху наверно только далее смотрим ниже тиран виг смотрю бьется молодец что играть сегодня так и тиран виг с хэппи в одной сетке вот сюда попадут они друг с другом играть будут минато нитикс так минато нитикс касс бьется я вижу здесь у нас изи изи очень много флагов снг смотрю блатчика тоже нет кстати у блатчика чапс во втором тур такой ничего оппонент стрэндж в сетке блай вчера стрэндж на блай попал и сегодня стрэндж на блай попадает коу еще тут и коу в сетке блай опять процесса у блай одни такие сильные попадаются ну стрэндж скул раньше встретиться чем или нет нет наоборот блай со стрэнджем раньше встретиться чем скул димага тут рядом находится кокос кокос снизу ну короче говоря все участвуют практически вот стрелок есть блин про титана я уже говорил там сейчас что-то там устал он занят он тренирует в общем-то не тренируется сейчас у него как-то говорит две игры играю там меня вырубает что-то такое как бы вот этот как его строит он кафешку какую-то там в стиле баркрафта с кем-то в ростове еще плюс к этому стрелок откажешь хорошо что есть как-то так что там еще у нас так андрюх надо как-то подгонять маленько с текст получается нам чтобы все было нормально в итоге не знаю добавлять ли выпку и мне вот в эту сцену у меня есть кэш и здесь поставлена она вот так вот как бы может быть и оставить и принципе на все время и и не знаю не пока непривычно просто а же какая стрелок точно точно есть еще такая сцена филиза бинжина в общем-то вот этот погодите ка видно вам не знаю вот этот гм или значок он как бы действительно не соответствует это лишняя мотивация ладор играть чтобы в гмл выйти не на добавлялась кого-то тут ребят добавить и добавляйте пишите кто что потому что так александр устро ладно добавим не знаю кто добавлю пока потом удалюсь просто ребят не обижать сразу если бы там есть и добавляю почему потому что в этом найти к сожалению там но вместо нужно чтобы игроков добавить потому что их стримить нужно вот задержка да сейчас ребят всем спасибо за задержка всем спасибо за поддержку вот нет сетки помню пиши помню бич сейчас как бы он вообще никого выиграть не может так тут в мастере что-то застрял и ну блин я чувствую что в гмл на самом деле выйти-то 0 не так-то просто потому что игроки бьются неплохо даже уже сейчас мастере уровень таки растет коучу то ожидает прыгнем к нему сейчас мы ну это совсем ну это совсем что действительно платина что ли ну давайте посмотрим коу против платина что еще делать так вот ребят для тех кто в плате не для тех кто дикий дикий эксперт вот сейчас как раз платя на и будет биться соответственно нет турнир по бв не закончился просто только стримов что мне некогда реально бв постримить ребят так что извиняйте что пока не стримлю как только будет время сразу постримлю так на яндекс приходит 20 рублей какой-то новый тут кстати говоря видон на яндекс деньгах помиды на вебки с урок респектища ну усы надо сбрить только единственное так счет поперло на киви в 100 рублей болеем за наших или к это было сегодня 399 за вебку спасибо всем ребят за поддержку очень приятно вот ну что буду стараться ставить побольше и так давайте ка я выберу сейчас посмотрю что тут просто как вебка стоит сейчас fp посмотрите так как вот так нормально мест продакшена наверно да как раз и еще и здание немножечко видно да как у в каком здании я сижу в данный момент видно так текст сверху переносим вот сюда ну короче как я не договорил кто у нас плате x5 и платиновые например сейчас увидите как ну как биться с кого например выходит зелук не успели линги пробежать придется грызть кибернеточку похоже ну я по я думаю что тогда если вебку оставлять на этой сцене нужно сделать какую-то сцену без вебки чисто с поддерживающими со списком поддерживающих ребят и большая просьба если вы там код на кивич присылаете пишите никнейм спио список добавлял потому что иначе как бы анима не могу просто вас никуда впилить так у решил что тянуть время лишний раз не стоит против него судя по всему против этого игрока выдвигается вперед пробка приезжая здесь мой еще нету насколько я по ним да еще нету мова приходит сюда козил зелок плюс сталкер плюс пробочка так 2 гейта скоро вар будет готов уку и что-то адепт наваливает лингом от кул нужно иллюзию высылать сзади сейчас приватную трансляцию чего как я брею усы оставляю одни усы а здесь все убираю так адепт приходит ищут начинают линги ходить сталкера беднягу окружили сейчас как таков здесь не рассчитал но приходит адепт сейчас уже вар пойдет 2 гейта в проксе зачем правда кущую нету успевает поставить при этом же самое интересное ну что с адептами начинает наваливать сейчас не ну тут понятно все какой-то игрок слабенький реально платина ну о чем вы говорите ребятки линги через адептах идут ку минусует несколько лингов но иллюзия можно выслать чем на муви то ходят решил так типа как на муви походить что это говорит ну это я договорю непривычно мне пока даже стесняюсь немножечко с вебкой адептами ку разваливают сейчас зато будет пригорать но нужно по-любому сцена без водки чтобы я мог отойти там почесаться маленько ну он нужно покупать калинсан привет он нужно покупать вот это дело будущих дней я еще из кухни не ушел как бы на другое место стримить просто там зеленый фон такое забыл как типа хромаке он называется как-то так вроде и и тогда можно так вебку будет сделать пока что бессмысленно это и мои все ресурсы финансовые пока на другое уделяются на переезд там и так далее а так в перспективе сделаю конечно тоже это потому что ну видеть и обоевся к его ну зато чарлик может сейчас прийти скоро я его вам покажу адепты все новую новую коду третий нексуса какие-то строят понятно коу просто балуются можно сказать прессует одновременно выходит в третью базу так заходит адепт мне здесь потерпеть тяжело все-таки коу ну скорость атаки бы адептом сделал бы он вообще бы нормально бы было бы сейчас лэши и 2013 поддержал ваш канал на сумму 200 рублей ровно непосильный вклад в общее дело с такими усами можно сразу гмл вторгаться но и столько вторгаться звучит правильно так чуть приходит ку миллиард адепт че у нас по поэму ку меньше чем у этого игрока пм что говорите вообще что за творить там беспредельно просто спаяр уже пошел ну что че то адептов больше чем юнитов у зерга ну понятно что это гг так спасибо лишь и 2013 спасибо всем ребят за поддержку да бледные мне вот сейчас только что ягодицу антибиотиков просто бомбанули не слабо курс сейчас буду пятидневный проходить потому что что-то у меня до сих пор не проходит там куда диагноз был написан типа лимфоцитоз как-то или что-то такое лимфоцитоз раздутая так ну что ждем продолжение вот скоро буду наполнять вот эту штуку чтобы было не скучно блин а так и чеку спокойно не попьешь так будет ку играть то дальше или что или это уже вторая игра была да не вроде первое так лишь и 2013 ребят надо успевать вас добавлять тоже еще в текст он спасибо всем за поддержку да или сдался зерк уже что ли сам да ё-моё опять и надо убрать стереть что это даника такое так кстати группа вконтакте появилась постараюсь до анонсы добавлять какие-то записи постараюсь туда добавлять и еще что-то ожидаем следующих игр сейчас ребят сейчас я посмотрю так все все правильно у нас web к web к правильно запилена снизу вверх сейчас сеточку пройдем еще так демагу прокинули дальше пропустили по сетке стрэнджа коус данный кстати будет биться это хороший зерк надо написать ему чтобы заинвайтил спасибо драгун неплохой оппонент относительно укол сейчас будет так стрэнджблай ждет тоже оппонента сейчас изи сверху и чарлик чарлик иди сюда не боись иди не боись так ребят сливка сверху хэпич тоже короче кто-то чарлик опросил ну и сюда да не боись ты еще ты боишься чарлик чет с недоверием к вопросу подошел вот он такой вот чарлик оп вот такой вот ку зовет уже заходим заходим вот 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 заходит дано понемножечку оп 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 поехали оп вот вот чарлик мокрый штук погулял недавно все забиндил еще вовсе то чтобы все переключать удобно ну что поехали ку против данная на будет продумать сцена еще разочек так на яндексе какая-то активность еще происходит так так 3 2 2 от спиритолог на витаминчике ск2тв больше гг спасибо спиритолог посмотрим посмотрим витамин витамин заходим витамин 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 не вот Продолжение следует... 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 Так, кейдри 120, проверка карты, проверка микрофона, проверка вебки окончена, адепты заходят на мейн, кстати, куда ты на вторую на мейн врываешься, ничего нету вообще, клоун, ну что такое, блин, такое-то, роучи где-то запоздали, на мейне вообще ничего нету, на мейн надо врываться, клоун чуть не врывается, на мейн отменять, телепорт отменяет, красавец разводит просто, как царь сейчас оппонент своего, можно на мейн ворваться, можно, можно, врывается на мейн, роучи идут за адептами, клоун отводит максимально далеко адептов от роучи, врывается на мейн, глефы готовы уже давным-давно, поэтому адепты наваливают просто замечательно, ну нужно через колд рабочих только убивать, не через атаку. Шестью-то адептами. Ну, через холл тяжело, как королева рядом. Телепорт адептами. Опять пошел на вторую базу. Рабочих там достаточно много. Три дарка уже приходят. Все. Спорку фукусимы, минус база. А, какая спорка? Здесь уже оверстир летает. Дарками надо третью дорезать просто сейчас. Дарк заходит. Дарк отдается. Здесь слингами адептики справляются. Третью сейчас коу минуснет, наверняка. Так, два адепта пытаются порнуться на мейн. Ничего из этого не выходит. Но третья хата минус. Нужно увести только дарков. Все, дарки уходят. Хорош, молодец. Коу. ГГ, да, напишет. Отличная игра с его стороны. Просто, ребята, извиняюсь, мне и свэп пока непривычно. И вы много пишете и по поводу улыбки, по поводу всего. Мне и в игру надо, как бы, поэтому тяжеловато реально. Мне пока вот и поддержку вашу добавлять там тоже. Еще 20 на Яндекс приходит. Помню, ты похож на на Ленина, харизму. Ну, пока что революцию делать не будем мы. Вот, но в будущем посмотрим. Так. Мне даже не встать. Я извиняюсь, не пописать. Сейчас просто, ну, пусть-то игры идут и мне хоть хочется. Ну, вот давайте-ка я сейчас чуток от Зерга ФП запилюпаю, что он может кушать. Если что, сейчас быстренько схожу. Вот. И вернусь очень-очень быстренько. Так. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну все равно DimaTorzok Нужно пофокусить, попытаться Уходит, пытается Коу уйти Двумя адептами Кстати, вот этому дрону сейчас не поздоровится Да, ему не поздоровилось Можно зайти с хайграунда Но рейнджа адептов не хватит Только если отсюда по этим дрончикам стрелять Вообще не хватает рейнджа Сейчас нужно поля немножечко порегенить Коу запрыгивает на третью сейчас Так, отменяет телепорт Ну, это минус 2 адепта Долго здесь, конечно, Коу находился Подконтроль немножечко Еще пострелял по лингам некоторое время Ну, молодец Еще лингов штук 6, наверное, отфокусил Это очень неплохо было сейчас с его стороны Здесь у нас проход вот здесь, как я понимаю Что у нас вообще получается? Два оракула есть Дилка тоже не отвел Ну, не надо отвлекаться, конечно, сюда Спорки есть у зерга И поэтому подрезать, наверное, ничего не получится Помыл руки, не волнуйся Все нормально Королеву подрезает Коу контроль Хороший из газа нужно забрать Что такое-то? Если бы не уверенный контроль пошел Нужно в кучу стек их свести Чтоб они недалеко друг от друга было Было бы все вот это дело Еще один оракул полетел вперед Здесь три королевы прям строятся у зерга И рауч урон вижу сейчас Еще раз коу прессует королев Одну, точнее, королеву Одну запрессовал Но энергия кончилась На рабочих не хватило А что оракул-то здесь висит? Подводи сюда Не подводит что-то третий оракул Еще один строится прям через оракул Билд какой-то Оракул и роба потом Мне кажется, вот такие билды через оракул Они какие-то слишком аркадные У китайцев давно увидели Стристоргита оракула Но что-то я не заметил Чтобы это все работало прям хорошо Как-то Так, третий некст у коу собирается стоять Насколько я понимаю Действительно с роучи Первые выходят Четыре штучки Адепты приходят Сейчас нужно с роучами биться С роучами бьется коу Нужно полететь оракулами Помочь адептам А что боится-то не поякоу Тремя оракулами моментально И королеву, и роучи, и все Просто роучи бы убил Здесь адептами можно прийти И просто ворваться Здесь случайно ход на мейн телепортить Что за бред-то вообще Наоборот, оракулы должны прикрывать Были от этого всей хрени Адептов, которые должны были наваливать вот здесь В итоге никто нигде ничего не навалил Отдача адептов Произошла какая-то нелепая Твайлайт пошел Иммортал первый строится И тоже стиль вообще без грейдов Кстати говоря, как уже не раз Вердос такой демонстрировал Продгиты еще пошли Так, здесь Фениксы, Оракулы, всё висит. Иммортал стоит в проходе сейчас, успеваю всё законтролить, мультитаска стало много совсем. Что у нас за сцена вообще стоит? Нормально, да, всё нормально. Так, Роуч живёт пока здесь рядом ходит, Фениксов пару штук, ещё добавляет куб. Здесь уже Гидри Рейндж пошёл, муф Роучим, муф Роучим, да, делается укол, уже готов почти укол. Чарж запилен, но пока не бустится, вот, смотрите, сколько пробок уже, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Одна кучка вообще минералов ищемных. Кей-320 поддержал ваш канал на сумму 2500 рублей ровно, пять минут полёт нормальный. Спасибо, Кей-320. Нежданчик просто прилетает. Но он хороший, нежданчик. Минус Феникс сейчас, может быть, Коу что-то не контролит. А что Коу не контролит-то? Фениксов тут веди, минус Феникс, ну что за бред-то начинается? Ещё и Оракулы здесь стоят, Оракулов тоже нужно ввести, Гидра Роуч попёрли во всё. Здесь почти готов чарж, не вижу архивов темпларов, уже пора два газа добавлять. Всё, пошли архивы темпларов на третьей базе, это очень важный момент сейчас, потому что нужно... Сейчас чарж готов, нужно сейчас архонов ещё к миксу к этому добавлять. Зерк рейдов не делает, Коу тоже не делает, но вот он фаржу одну добавляет сейчас на третьей базе. Вот не очень места вот не люблю, когда на мэнни... Посмотрите, один всего пилон на мэнни, прилети сюда дроп, вообще сразу минус мэн будет. Здесь, конечно, зданий-то кот наплакал, но всё равно нужно как-то защищать его. Пилонов Коу тут что-то какие-то, я не знаю, какие-то узоры вышивает из пилонов на карте. 125, 161, два архонщика добавляются, юнитов всё больше и больше, но что-то ресурсов прямо... Что-то на этой карте вообще боевые лимиты ни у кого не показываются, прям странно. Заходит сейчас Дана на третью. Зелки сейчас в гидру прям могли вгрызться, но не вгрызлись, они в итоге прямо в гидру. По эморфалам пошёл залп неплохой, что-то прямо здесь разваливается Коу и разваливается как-то в хлам, прям я вам скажу. Таймвар пошёл, оверчаж нужно на пилончик хоть один выставить, один выставляет. Но проблемы гигантские просто, проблемы просто гигантские. У Коу пытается зайти. Здесь фаербольщики, не успел наварпить достаточно. 167-106 по лимиту. Глай Чапс, Хэппи Труп и Коу. Я думаю, что Глай... Ну, Чапс такой процесс, он даже, я помню, он финал месяца зопы как-то давно затаскивал. Но у него была единственная стратегия, это ранний блинг, в общем-то, без грейдов такой входится. Прикольная страта, я им пользовался потом. То есть, сверх ранний один блинг, там вообще с 5 гитов, просто сверх ранним квайлайтом. И вторая, там 6 гитов, по-моему, квайлайта. Ну, для Коу здесь конец тоже в этой игре, ребятки. Нужно решающее смотреть. 1-1 сейчас счёт станет. Чуточку Коу не хватило под намазиться здесь. Пользователь Сенека активировал премиум на ваш канал. Г-гэ. Спасибо, Сенека, K320. Тебе респекту он, конечно же, как обычно. Так, пошёл инвайт. Спасибо, Коу. Спасибо, Коу. Так. Сделать мужичку по фише? По-моему, музычка не громко играет. Так. Давай на 3 сделаю, как бы, ну, вроде нормально. Спасибо всем ещё раз за поддержку, ребят. Надеюсь, будем тащить. Да мне борода, это просто честно. K320 поддержал ваш канал на сумму 2500 рублей ровно. 10 минут полёт нормальный. В линке я только поменял текст. Теперь опять сменять надо. Это чё-то жёстенько. Так. Так, убивать голос бота я не буду. Я сейчас, так как стрим из игры, просто браузер чуток потише сделаю. Вот. Чтобы так жёстко слышно не было. Ну, что? Ой-ой-ой, какая карта-то? Ё-моё, здесь арману надо играть. Я не знаю, что здесь Коу делать. Плюс карта совсем здесь не процессовская попадается ему. А Коу ещё и Нексус Фаржо делает без разведки. Ой-ой-ой, линги вперёд выбегают сейчас. А, разведка есть вручу. Почему без разведки? Ты пробку оставь здесь. Линги мимо пробежали. О, что за провалище-то просто. Ну, ёп. Неужели Коу сейчас отлетит просто от такой хрени вообще левой? Силоном было сейчас полностью. А, он видел, судя по всему. Да, он фулка видел, всё нормально. Патоночка пошла. Так. Хорош. Тут считать, уже пятёрый кинул. Задержка две минуты. Пятёрый кинул уже. Кею спасибо. Вот. Пытается подгрызться здесь как-то. Да, она, но ничего не получается. У рабочих больше в итоге. Задержка две минуты, ребят. Помните, я, ну, я не буду наглеть и без задержки вообще стримить. Поэтому так вот. Я шучу, конечно. Спасибо большое, ребят, всем за поддержку. Без этого никак сейчас. Потому что реклама просто, ну, реклама вообще отсутствует сейчас практически в плане дохода. Ну, премиум ещё, да, премиум. Ну, там своими инопланетянами Миша просто половину всех бабок высасывает, наверное, реально. Вот. Привет, Визл. 15 января тридсончик исполнился, если что. Вот. Даже был стримис. Сектором газа. Один РА с одной песней прямо-таки. Так, два адептика добавляются сейчас. Твайлайтик на мейне добавляется. Мазеркор добавляется. Куда пошёл? Куда адепт? А, назад он телепортируется. Фу, говорит. Повезло. И полей ровно-ровно до 80. Посмотрите, как откусали. Прям идеально вернулся сейчас. Идеальный адепт. Зератул женится. Ха-ха-ха-ха. Так, пилон пробивает коу. Единственный минус пришлось пилонам блочиться от лингов. Вначально по-другому было никак вообще. Резонирующие глефы делаются. Фатонка одна на мейне, чтобы передроп лингов не подрешал, что адепты будут выходить или золото будет ставить коу. Скорее всего, золото будет ставить коу. Мазеркор прилетел. Что-то тут посмотрел. У нас коу летает. А вот это подозрительно очень. Почему? Потому что такие грейды обычно делаются сейчас для того, чтобы дропаться. И дропаться очень такой неслабой армии. Коу заказывает два робок. Ой, если они работать начнут, это будет просто великолепно. Тут много реально станет имморталов. А почему так он выглядит-то странно? Или он так и... Что это такое-то вообще? Я думал, он вот так вот выглядит и в этой твойлайте. Отменяем. Так, не понял, про что там. Что вы там всё угораете. Так, адепта на мейн собирается врываться коу. На золото сейчас, что ли? Да, на золото уходит. Так, рабочих можно покусить немножечко хотя бы. Рабочих это покусил. Но на халде может покуснуть немножечко. Опять на мейн пытается ворваться. А, или на другое золото пытается кого ворваться. Да, кстати, здесь ничего вообще нету. Роучи приходят вперёд. Вот, 71-101 по лимиту. Сейчас ситуация... Адепты уходят. Да, и посмотрите, дропчик попёр сейчас, попёр дропчик. Спасибо за информацию, Ромсон Джек. Демага Акро. Можно посмотреть. Ну, стрелка бы можно было. Глянь, здесь такую стеночку коу интересную делать. Здесь врываются сейчас роучи. Ну, адепты... Адепты... Имморталы рядом вообще находятся. Дропчик пошёл на мейн. Здесь врыв на второй идёт. Два иммортала сюда. Два, может быть, на мейн имеет смысл перевести. Не, не перевозят коу нифига. Да, по-рабочему сейчас... Рабочих вообще не контролят. Коу, что ж ты делаешь-то? Ё-моё. Всех рабочих на мейн и потеря... Не, ну это фэйл вообще полный. Это ГГ практически, ребята. Имморталы стоят. Просто точку сбора надо. Коу вообще не видеть, что ему мейн шатают. Ещё и Никсус потеряет. Ё-моё. Не, ну так нельзя. А, это Глеба там были. Резонирующий Глеб. Блинкухо почти готов. Почти, да ещё пока не готов. Что-то роучи и два по земле штуки идут. Нужно строить сталкеров, чтобы сбить скорее все этих оверов летающих. Здесь у нас дропаются, опять же, адепты. Тьфу, адепты роучи, конечно, дропаются. Можно оверчаж запилить, овера отогнать, попытаться. Пофокусил. Рабочих там, дано. По лимиту, по боевому, дано всё равно больше. Роучи, ну, очень много. И линги. Вот если там голые роучи были, таким количеством Морталов можно было бы и развалить. Но лингов там много достаточно. 6 Тиморклов – это много. Против 18 роучей – это в хлам бы вообще было на самом деле. А в Пайлайте иконку сменили. А зачем, интересно? Понял. Какой-то странный значок стал вообще ни на что непонятный, на что похожий. Так, 7 ревозеров добавляет сейчас зерк. Коу Нексус не пытается восстановить, выдвигается вперёд. А здесь ревозеров уже много заказано. Он через верх выходит. Кстати, выходит вне вижена зерка сейчас. Но вот в этом узком проходе очень сильно решают фаерболы ревозеровские. Поэтому аккуратней нужно быть. Так. Летает, тучит овера. Трёх оверов забирает. Да, она сейчас 160 на 98. Приходит кул. Что по грейдам? Есть одна атака у Коу сейчас. Заходит на золото. Блин, ну вот это всё бы телепортнуть бы на менду сейчас. Вообще бы замечательно было. Хорошо у Коу, кстати, ворвался на это золото. Но ему дальше идти на открытую местность вообще резона нету. Сейчас в общем проблема. Так, оступает. Коу в итоге. Да, варк сталкеров пошёл. На менду тяжело будет ему попасть. Безусловно. Так. Ки-320 поддержал ваш канал на сумму 1000 рублей ровно. Йовин на новые долбёты. Спасибо. Окей. Так, идёт вперёд сейчас. Да, на Коу контроливает адептами. Кайтит хорошо. Филды хорошие пошли. Принимает бой. Хорошо. Уворачивается. Сейчас один Иммортал только подставился под фаербол. И такое ощущение, что кого-то наваливает здесь. Ну, как сталкеры-то криво дерутся. Агрессивный блин вперёд идёт. Зерк в итоге без базы остается. Смотрите, лимиты-то боевые. На десятку всё разница. Здесь зерк с одним армором только. А что дальше-то? Коу. Нужно как-то прессовать. Часть Имморталов потерял. Я что-то Эвердосу написал, что 4 минуты. А в итоге, походу, не 4 минуты нифига здесь будет. Два Иммортала полетели. Так. Я здесь. Среди тени. Так. Прохарасил ковы Имморталами. Здесь на золоте базу ставят. Заработали опять роботиксы. Это очень круто. Иммортал сбить нечем. Роуч Ворон фокуснул. Молодец. Газ вообще нафиг не надо фокусить. Что там этот газ даёт? Да ничего, собственно, и не даёт. Королева пытается ковы покусить. Не получилось покусить королеву. Не, ну так слишком нагло делать. Утера две иконки сменили. Ну... Создают видимость работы. Близзард иконки там какие-то меняют. Так. Здесь спайр заказан. Нет, тут что-то нагло, дружок-то, спайр как-то заказал. Минус спайр даже не отменил. Дана в итоге ресурсы теряет. Восстанавливает четвёртую. Опять 160 на 109 по лимит. Неужели коу опять развалит? Кстати, сейчас можно дропнуться. Опять спайр фокуснуть и ещё и варпануть сюда юнитов, чтобы вообще развалить коу. Смотри же, спайр, куда ты полетел-то? Ё-моё! Возвращается кувит. Ага, спайр, эта цель хорошая очень. Покуси спайр, дружочек, коу. Не фокусит он ни хрена в итоге. Отфокусил. Забирать имморталов. Имморталов коу не забирает. Это полный провал. Одного забрал в итоге. Ну здесь прессинг идёт со стороны зерга. Два иммортала почему-то на рампе забыты сейчас несправедливо. Хотят они в бой всё-таки подраться с зергом. Здесь роучи хотя бы можно было бы имморталами развалить. Здесь слишком много реводжеров, кстати. Против реводжеров можно было бы как-то попытаться подраться. Но фаербол вообще-то много падает в итоге. Имморталы наконец-то на роучи вышли. Роучи минус нуку. Но чувствую я, что лимиты всё-таки не в его пользу. После вот этой атаки, когда он развалил зерга, нужно сразу было идти вперёд и пытаться как-то пушить. То есть до варп сталкеров не отстраивать это золото, а идти вперёд пытаться. Так, нет тут сталкеры минус, фаерболы идут. Но Дана, я бы не сказал, что прям сильно очень игрок, но поляков много неплохих, и Дана один из неплохих этих поляков. Поэтому вот такая вот ситуация. Так, вердос, кстати, 4 минуты. Так, Кей, ты там ещё успел уже наприсылать ревина колготки? Спасибо тебе. Очень приятно. Что-то попёрло вообще. Привет всем ребят! Ну а за поддержку ещё раз всем спасибо. На обмане приходит 30 рублей. Успех с комментарием. Спасибо большое. А как? Что делать? Добавляю успех в обмане. Ну что, вердос против шадална, я так понимаю. Это первая игра. Так, всё, добавил. Успехом. Звоните тут ещё, не отвлечься никак. Да, Дана поляк. Он на наших турнирах частенько, кстати, играл, поэтому... Блин, это не лэпка творит, это день так попал. Ну ведь потом-то к лэпке привыкнет все. Да нет, лэпка нужна была, я понимаю, это сам. Так, а это уже интересно. Это уже интересно продакшн. Надо запилить. А, это, кстати, не гид совсем, даже ребятки ставятся. Это совершенно другое здание. Кейпич участвует, все участвуют. Так, что гуру у меня начинает побаливать. Скушаю одну штучку. С ледокаином. Так, шадаун уходит. Давайте шадаун, кстати, очень даже неплохой процесс. Ну, посмотрите на АПМ просто. Но, судя по АПМ, у Вирдоса в два раза сильнее его. А что на самом деле-то в итоге? На самом деле здесь пуш идет от Вирдоса с прокси, с каргитом. И, кстати, игра шадаун играет без мазер. Ура! И, кстати, здесь два адепта шадаун с Вирдосовский га с этими адептами пытаются убить. У него что-то не особо получается. Вирдос прилетает, а Оракулум просто пробок начинает шатать. Так, три погибло или четыре? Четыре. Так, ну сколько-то пробок там погибло. Пилон надэмэджил в итоге. Пять пробок Оракулум наубивал. Это не так уж много. И в итоге-то старгейт Вирдоса прям не то, что неприменим становится, но он не особо нужен в итоге. Так, здесь четвертый гейт добавляется. Нужно отменять сейчас... Точнее, отменять. Да, гейт четвертый отменяет Вирдоса. Вайлайт пошел. Шадаун здесь пробкой стоит. Все прекрасно видит. И, судя по всему, он здесь отобьется. Вирдос это прекрасно понимает. Все сегодня будут, не волнуйтесь. Пока стримлю то, что есть. Вирдоса против шадауна. Шадаун просто неплохой. У Хэппи Ублая там не то, чтобы вообще халява, но не сильный первый тур. Поэтому стримим пока Вирдоса. Фокуснул Феникса моментально заходит. Хороший что Феникса укусит? Феникса укусит Вирдос четырьмя сталкерами. Нужно зайти. Что за стиль то у шадауна без мазеркора такой нелепый? Я не понимаю. Конечно, это 1-0 в пользу Вирдосу. Красавчик Вирдос. Он раскрыл, он в шадауна пригорел. Минус шадаун. да это дано дано этот первый starcraft играл насколько я помню как им она тот же так что там блай ожидает еще блайка ожидает я захожу к вердосу сейчас ребятки посмотрим а здесь кстати нет текст еще не актуальны пока сейчас сменим забиндил еще сцены здесь все обновлю сетку вам тоже покажу так сливка во втором туре хэппи marine здесь и внизу у так из наших что тут сих я вижу оленджер вердос вот он бьется дальше джил кстати он с ним играл на dream хаки вердос вы помните в группе наверно на это энд овердоса чисто пвп сплошное ромсон так койот здесь синин димс и аверс ниже тоже неплохой французский проц хэппи с дар гидро дар гидро тут такой немецкий тиран будет относительно неплохой а вот четвертом туре тиран вик скорее всего навряд ли тиран вик проиграет кому-то вот из этих игроков и хэппи с ним скорее всего будет биться мината тут тоже недалеко относительно находится как с мамбой бьется изи ниже блай с чабзом дальше мат тоже такой интересный процесс и стрэндж блайс как и вердос со стрэнджем будет как и хэппи с тиран виком будет со стрэнджем он биться здесь если дальше будет у выиграл да ну там дано еще и димага выиграл акро димага в принципе сетка можно идти как минимум вот сюда а то и дальше и димага говорил сейчас утренится поэтому у него болеть так 1 0 вердос за поддержку всех благодарю ребят на webmoney яндекс киви на все вообще штуки по через вот и помните что пишите никнейм тиран вик хэппи сам хочу посмотреть поэтому буду контролить не волнуйтесь есть есть Я здесь. Я здесь, среди теней. Какой Ctrl-Shift-F? Здесь нет никакого Ctrl-Shift-F. О чём ты говоришь? Ну что, шатдаун через Оракула играет, Вирдос играет через Твайлайт, у него делается блинк, третий гейт, без робо, между прочим, Вирдос играет. Ой-ой-ой-ой-ой. Вирдосик-то решил, почему бы сейчас просто этого наглеца не убить рандомный такой, ну, не совсем надёжный. Я бы сказал, страты уходят, Вирдос как же не вовремя, он отошёл. От такого ведь и пригореть можно, когда ты отходишь, а тебе Оракул начинает нажигать сразу же. Нужно подбустить сразу пробок, иначе экономика будет слабенькая. Гейт нужно открывать в итоге. Так, сюда уже можно варпить и пушить. Мазеркора нету, вот это плохо для Вирдоса. Два сталкера придётся дома оставить. Здесь уже иммортал строится. Шада он там адептиком проверяет. Ну, чувствую для Вирдоса, тут тяжеловато в этой игре будет затащить реально. Так, приходят сталкера. Адепта нужно забирать. Что Вирдоса делает? Адепт пытается на хайграунд уйти. Блинк ещё не готов, но скоро будет готов. Иммортал есть. Адепта минус нул. Имморталу нужно поля снять сейчас одним ударом. Вот. Хотелось бы, чтобы так Вирдос сделал. Сталкером снимит ему поля. И от блинки с назад одним просто пик по нему и ушёл. Если, конечно, он не вручную порыбает шадаун эти поля. Вирдос почему-то упорно не хочет снять поля. ГГ пишет, понимая, что не продавить это печально. Так, на Твиче. На Твиче я сейчас скоро видит ТВ это настрою, на которое Миша ещё рестрим делает, чтобы туда рестрим шёл. И, ну, Твич тоже. На самом деле сегодня можно Твич запилить, как бы, рестрим. Но я уже не буду этого делать. Почему? Потому что... Потому что уже не хочу записи разрезать. Нафиг. Сегодня всё работает нормально. И слава Богу. Тем более задержка. Без задержки проще стоп-старт делать. А с задержкой пауза две минуты будет. Вот это нафиг не нужно. Так, заходим к вердосу. Третье решающее в итоге. Что за спам-то пошёл? Мне всё намало. Твич тоже. Твич тоже. Продолжение следует... Так, один на один. Счет у нас. Пилончик шадаун ставит. Вирдос после пилончика в разведку. Уйдет прям сверхранняя разведка. Здесь вообще не эксус. Вообще 17-й не эксус от шадауна. Нет, 16-й вру. И пробка, кстати, еще. Вообще халявят адски. Просто адски. Неужели Вирдос не накажет за такую хрень? Каким-нибудь элегантным способом. Вот второй гейт пошел. Ну блин, адепты не прокатят. Здесь застройка будет по-любому. Я не вижу смысла адептов делать. Я думаю, что здесь нужно как-то блинк делать уже. Я не знаю, или что-то такое. Два гейтажа даун. Начинает газ добывать. Я играл с ним, кстати, на ладере еще в бетке. Такой как бы посредственный на самом деле процесс относительно. Но пвп сейчас вот оно еще совсем не стабилизировалось. Пвп здесь и оно очень сильно изменилось. Оно больше на вол стало похоже. В ходе пвп оно сверхагрессивное было в стиле CJ Hero. В лотвии же оно больше такое стационарное. Какой-то с иммортлечиками. Я не знаю. В стиле даже не знаю кого из корейцев. Кто такое любил. Типа Зеста, Сосы. Ну хотя они тоже нормально отыгрывали. Хэппи с Дарк Гидрой. Ну пусть катают. Это ТВТ тоже зеркалка. Сейчас досмотрим вердосы и будем уже хэппи с Дарк Гидрой смотреть. Здесь Твайлайт у нас пошел. Вердос пробкой сзади ездит. Зачем? Здесь два сталкера заказано. Два адепта шада он не делает, кстати говоря. Очень странное решение. Вердоса нету. Так. Саплай блок просто вообще не в тему. Сейчас от вердоса попер. Твайлайт. Даркшайн будет что ли? Или что это будет? Нет, блин. Как же вердос поблинкаться любить? Я сам люблю поблинкаться. Но это, блин, иногда на блинке можно забечить. Просто невероятно, по самом деле. Так, здесь пробка спускается. Вердос поймал. Минус пробочка. Два сталкера сверху. Здесь тоже вердоса два сталкера. Кстати, вердоса залп раньше сделал. Но здесь еще два строится, поэтому можно отдать. Просто нелепо. Вердос не спешит. А куда заходить? Вот сюда, наверное, надо заблинкиваться. Ну, вот сюда не очень. Почему сразу верчаж будет? Уйти будет тяжело сюда. И блинк будет на КД. Как контролить будет? Непонятно. Еще один пилон от вердос. Нужно гейт ставить на этот пилон, чтобы варп вниз шел. Так, здесь третий гейт ставится. Не бустит вердос сейчас этот варп. А шадан бустит. Смотрите, бустит гейты. И роба пошло. Но обязательное условие успеха. Обязательное условие успеха сейчас для вердоса. Это до иммортала все сделать. Ну, и я заметил, что сейчас в Лотве бустит варп. Это вообще не очень, на самом деле, затея. Почему? Он без буста нормально доделывается. И эффективно он юнитов каких-нибудь набустит. Так, здесь варп еще идет. Очередной гейт у вердоса. Подсветки на хайграунд нет. То есть, это четыре гейта блинк в тупую просто на рампу. Через все. Ё-моё, а как зайти? Куда здесь сваливать вердосу? Я просто не понимаю даже. Так, пошел до варп. Еще два этих. Прошу прощения. Ну, вы поняли. С толкеров. Заходит вердос. Пилон сразу фокус. Нужно заходить. Сейчас спокойно. Мимо. Так, агрессивный блинк. Раз, сталкер, фокус. Два, сталкер, три, фокус. Уходи из-под пилонов вердос. Не дерись ты под пилонами. Что ты? Прошу прощения. Зачем это вердос делает? Просто мир во мне трепет. На вебке тут. Не надо фокусить точно кибернетку сейчас. Нужно фокусить с толкеров. Обязательно вердосу. Пофиг на пробок. Они демеджи мало вносят. Конечно, отфокусить с толкеров. Отфокусить с энтрю. Блинки вниз пошли. Делают вердос замечательный. Иммортал сейчас будет готов. Вот, иммортал готов. Вердос как-то начинает здесь разваливаться. До этого все было замечательно. Сейчас сталкеров просто столько на ровном месте. Ну, ёп. ПрСТ. Еще четыре сталкера до варк. Под имморталом. Ни в коем случае драться было нельзя. Заходит вердос еще раз на хайграунд. Здесь есть иммортал. Нужно как-то ему снять поля его чертова. Сейчас, чтобы его фокуснуть потом при следующем врыве. Но нельзя по зданиям вот так... Вот, поля снял. Молодец. Здесь еще варп пошел. До варпа твердоса еще зилок. Три сталкера. На рампе пытается гейт запокусить. Гейт, кстати, запокусит вердос. Так, дилокс пришел вниз, отдался. Нужно заходить на хайграунд. Иммортал, ну фокусни-то. Ну почему вердос так странно все делает, а? Когда не нужно, агрессивный блин вперед идет. Когда он так нужен, этот блин, пока второй иммортал не вышел, пока поля на кд, вердос не делает никаких блинков вперед. Ну что за хрень-то такая, блин? Ну против иммортала вот так вот драться, но это полный. Все, второй выходит. Нафига снимал поля вообще иммортку. Пытался законтролить, поля снять. Зачем? Спрашивается. Зачем ты делал это, вердос? Так, нехтус пошел. Парабам 3-4-24. Вот вердос как будто не понимает макро просто. Ты, блин, улынишь, пробок всю игру не строил. У тебя ни хрена нет. Здесь две базы, и ты отпускаешь просто. Хотя мог убить иммортал, я думал уже все реально здесь. Нужно было просто наверх зайти. Так, адепт телепортирует, нужно поймать его, конечно. Ну тут шадаун как-то криво его и законтролил. Овердос делает, а нет, это шадаун делает призму. У вердоса даже и нету-то, собственно говоря. Ну хотя, в принципе, мейны кончаются понемножечку. И с новой базы вердос может быть и все нормально будет. Где баннер кипбет? Да сейчас на кипбете ставок все равно нету. Баннер не обязательно, главное сообщать что-то как. Ну на решающей стадии может что-то и будет. Шадаун спускается с тремя имморталами, кстати, игре. Овердос уступает. Шадаун блинк собирается. Сделать 82-62 по лимиту. АПМ-370-218. Чуть ФП от шадауна. Я здесь, среди теней. Отказ систем защиты. Так, все, шадаун уже овердоса. Пока я там тупил. Пришел, загнал наверх. 30 лимита уже разница, не 20. Заходит адепт. Ну, одну пробку даже минуснет здесь шадаун. Ну, пробка на адепта. Ладно, еще размен. Вердос делает дестабилизаторов. И Вердос делает сейчас еще даркшайн. Шадаун очень сильно ошибается сейчас, что не убивает вот эти здания Вердосу. Здесь у нас призма летает. Потому что сейчас вот Вердос за счет Даркшайна может что-то здесь изменить реально. Хотя обсервер висит на второй. Ой, нет, здесь обсервер дома есть. Но все равно можно сюда, Дарка сюда и сюда. Здесь погибнет. Но на этих двух базах рабочих достаточно много сможет она убивать. Так, идет шадаун вперед. Сюда бы выстрелить бы сейчас, пока не было блинка бы Вердосу. Но блинк уже есть и уже и не выстрелить, собственно говоря. Где твердос в шадаун-то здесь ходит? Ну и выстрел молоко. Вот нервный Вердос называется. Шадаун заходит. От сервера Вердос попут. Ну, красавчик, филды-то есть еще, нет? Все, агрессивный блинк наверх. Блин, так сейчас могло зайти хорошо, но не зашло прям вообще хорошо. Ну, 91-111 по лимиту, кстати. У Вердоса Даркшайн готов. Где Дарки-то? Где врыв Дарков вообще, Вердосик? Обсервера есть в армии? Есть. Два Дарка варпятся, красота. На мейн, на третью. Сейчас могут поднарезать. Там уже два обсервера, но нету обсервера там, где нужно, на третьей базе. 103-122. Вердоса, очень у него хороший контроль, на самом деле, дестабилизаторов. Очень большой опыт в контроле этим юнитом. Дарк начинает резать. Здесь пробки уходят. На мейне Дарк тоже начал резать. Парабам. Вердос уже сейчас нагонит Шадауна. Если ты не можешь построить рабочих нормально, то нужно оппоненту их убить. Вот какое решение, естественно, элегантное может быть в этой ситуации. Шадау не контролит мейн. Натерял просто. Все, уже 40-45. Вердос в плюсе. Но здесь 4 Дарка, два зелка залетают. Ответочка прилетает. Что за жесть-то вообще, Вердосик? Все, минус тут еще и золото. Ой, здесь можно эту базу вообще минуснуть сейчас. Что Шадауны пытаются сделать? Один Дарк вообще на мейн полетел. Есть обсервер-то в миксе? Вердос что-то боится. Что Вердос боится-то сейчас? Все, Ненсус отдает. И стоит здесь. Он просто не знает, где оппонент. Смотрите, думаю, сейчас в лоб его будет. Просто Нексус отдать. Да блин, что за происходит-то вообще, Вердос? Зачем такая игра? Это очень печально, что сейчас происходит, я вам скажу. Врыв идет снизу сейчас. 113-133, Шадауны все равно больше, 4-й Нексус пошел. Нет, что-то здесь печально все равно. Казалось, перевернул уже с этим врывом. Ну а что, кто Дарков? Не ожидал Вердос контур-дропа Дарков. По тонке строить, не на что в минеральной линии. Но почему, почему? Да пофиг, если бы даже он здесь был бы. Дестабилизаторы есть, грамотно стреляй. Здесь он-то тоже мультитаском должен заниматься. Во-первых, стреляй грамотно. Во-вторых, просто-напросто не всеми юнитами, а сталкеров штук 8 бы взял бы сюда, привел бы и все. Но Вердоса ведь все в одном контроле в Бинджино. И вести так все тогда получается. И это очень печально. Тут теперь только чудо может помочь, чтобы переворот в этой был игре. Во-первых, у Призма в наглую летает. Просто Вердос стоит что-то вот сталкер. Вот сюда не стрёмно вывести, а сюда что подвести тогда? У шатдауна еще плюс 2 просто. У Вердоса нихрена нет, у грейдов. Вообще нолит. Причем шатдаун здесь не убил. До сих пор не убил гейт. Два старгейта пошли. Фениксов хочет сделать, чтобы поднимать, видимо, дестабилизатор. Кстати, шатдаун играет без дестабилизаторов вообще в принципе. И меня вот такой стиль очень... Хотя я очень мало пока играл, он меня подводил сильно. Потому что пару выстрелов может грамотно перевернуть вообще игру. Ну Вердоса. Вот Призма прилетает. Вот тебе и АПМ-400. Призма прилетела, шатдаун с 200. Такой, оп, а, сталкеры стоят. Ну ладно, я полетел тогда. А сталкеры стоят. Призма вот до сюда долетела. Просто, блин, два залпа, минус призма таким количеством. Улагает, говорит, шатдаун. Не знаю, что там у него улагает. Секундочку, говорит. Секундочку. Игра возобновлена. Так, Илончик еще от шатдауна. Что-то тут все летает, призма. Ну, наконец-то, Вердос. Видимо, слишком большой АПМ, поэтому сначала Вердос вот сюда вот несколько раз нажал. И только потом стрельнул в призму. Ну, хорошо, хоть не погибло рабочих. Итог, хорошо, 139-181 в итоге по лимиту. Ну, будем надеяться, что Вердос сливается, а потом тащит, конечно. Я вижу, что здесь Феникс, как раз таки для того, чтобы дестабилизаторов поднимать, строится. Находит шатдаун, наконец-то, гейт Вердосовский. Выходит в центру сейчас. Вердос просто смешной какой-то армией здесь ходит. И здесь пул армии. Не пул армии, много юмита поставлено в итоге. Вердос пришел в свой гейт защитчать. И шатдаун. Боюсь, боюсь, боюсь здесь. Просто, знаете, что бегает. Вот этой хрени он боится. Да, клик сюда и все. Хотя, если дестабилизаторами стрелять, хорошо, можно попасть. Блайз слил Чапсу? Да. Это очень печально. Я, конечно, понимаю, что Чапс все-таки может что-то там показать. Но то, что Блайз слил Чапсу, это пища. Так, дестабилизаторы стреляют, попадают. Куда-то непонятно, там шатдаун заходит. Ой, как хорошо. Вердос тут пострелял, но все равно тут что-то имморталов. Армия просто невероятная какая-то у шатдауна. Еще один залп. Но дестабилизатор Вердос всех теряет. Казалось, по лимиту близко уже стоит. Но там четвертый Нексус есть. Вердоса плюс один, здесь плюс два гг. Он пишет. Не хватило. Так, Демага там что-то ожидает. Запрыгиваем к Демаге. Крепич в игре две минуты. Демага с Йога будет биться. Это стример, но я думаю, это изи для демаги. Стрэндж с Этини, кстати говоря. Каз Денвер, ничего такой, просто тут будет. Минато Мульти. Хэппи с Даргидрой бьется. Тиранвик с Рейлганом. Рева с Инзейном. А, Рева, кстати, может выйти, если вот до сюда дойдет. Но тут ДНС сильный такой игрок до на Хэппи или Тиранвика. Может попасть. Демси еще бьется. Где Блайк там слил? М-да. В прошлый раз прошел вообще изи. И почти что получил квоту. Там одного шага не хватило. А тут, ну, вот так вот. А тут, ну, вот так вот. Йога синий, Демага красный. Ну, будем к Хэппищу теперь врываться. И к тому, кто дальше пройдет, соответственно. Я не знаю, кто там дальше пройдет. Надеюсь, на Хэппи я и уповаю. Блая, жалко, что не прошел. Ну, теперь нам за ладерную отборочную нужно как-то пытаться зацепиться. Ну, шатдауна слишком большое преимущество было. На самом деле, микс у него такой хлипкий был. Если экономическая ситуация одинаковая, то дестабилизаторы по-любому будут решать. Како-то, вот, очень четко. так не знаю какой счет здесь первая игра или какая третью димага стоять здесь третий пока нет бэллинг-несто там и там да нет бывает был бывает был в этом найти не мог он не прийти я не знаю что там произошло бегает линк сейчас так ну рабочих димага больше да я честно говоря вообще не сомневаюсь что он его должен выиграть уж йога такой он комментатор он в миллениум один из менеджеров он такой ну не сильный игрок ну играет фуфан зато тут димага бэйнов добавляет димаги третья йога тоже третью ставит сейчас пройдет димага вперед пока не идет проходит мимо бэйнов димага оппонента сейчас так ну когда играет димага с йога попробую хэппи ворваться потому что там таргидрой бьется кстати что-то я на карту по моему у димаги меньше рабочих у димаги меньше технологий у димаги здесь уже лэйр пошел но йога чё-то переборщил сейчас счет 1-0 в пользу йоги спасибо за информацию димага идет контр-пуш бэйнами сейчас йога двумя-три взрывает это уже совсем как-то неприятно для димаги вот он заходит сейчас внутрь пытается что-то здесь за контролить врывается на мэйн теряет бэйнов в итоге в итоге у йога тут и лэйр и все-все-все есть что-то йога как-то сильно играет я вам скажу димага отдаётся вообще чё за бред вообще происходит у йоги уже спайр пошел у йога димаги только лэйр доделывается кстати сильно прям вообще он не отстал вообще дига сильно то есть парабам впереди еще есть шансы пока какие-никакие но вот этот контур у рыбкаши был просто ни о чем так спайр мама и не пошел димаги здесь по раньше будет у йога 6470 димага как-то по экономике опережает но у него чисто на опыте здесь третье вообще не раскачено а у димаги уже 6 газов добывается обратите внимание то есть он по количеству газа сейчас оппонента нагонит здесь вообще не добываются то есть сейчас добычу посмотреть 700 газа на 450 фактически и естественно да вот димага уже почти нагнал 6 муталисков йога запиливает запиливает плюс атаку что димага у нас димага четвертую хату ставят сейчас и сейчас сам муталисков будет строить йога делает гидроден для дюре видимо так муталиски у йога готова понял тебя свентус говорит свентус бай спил точно так же как панди вчера настроил мута и слил ее на потом оверчаржа в размене причем было ощутимо впереди так сетки кстати в описании на ска давайте не добавил сейчас добавлю у димаги мутка то где вообще вот только-только выходит мутка первая у димаги 13 штук выходит нужно принимать будет йога обнаглел вообще в конец он просто оверов наубивал димаги немеря но димага за это муталиск точно минус нет и вообще вперед летит видите йога встречает принимает хорошо залп сделай дим делает залп еще залп но мутка уходит дальше вперед четвертая у димаги готова здесь линги с лингами йога за в ловушку попадает димага прижимает их просто к стенке все здесь грыз в итоге 127 107 по лимиту и димага мутки то армор делает не атаку так взлетает йога сейчас но не понимаю что димага зачем димаги инфестейшн не понимаю почему он тупо муту не хочет 4 от намазить и убить у него просто невероятное количество ресурсов сейчас ему просто нужно заказать мутку и добить так сейчас их выниму считать димаги поставлю добавлю сеточку быстро на искать 2 тиви месторождение мира наши войска атакованы так все ссылку добавил улучшение видите там ее задержка 2 минуты лекс дин в описании сейчас увидишь когда услышишь загляни в описании там сеточка будет так здесь забегания линдом пошло димаги 180 145 по лимиту йоги там димаги золото просить золото хаев еще 6 муталисков строится атаку димага воздушное дело и что летает туда-сюда пока полете ловера убивать ему четвертую сблевает видно димага еще пока в ложке не въехал до конца здесь какой-то пуш на королевах идет плюс мутка вообще жесть непонятно 3 4 26 йога 7 муталиска все тоже заказывает димаги сопла и блок хоть непонятный попер принимает бой здесь одна атака а здесь армору димаги йога до армора на мутку наломился поэтому армор димагин очень сильно решает линги пришли сгрызает все в хлам вообще сейчас димага ну это один-один абсолютно точно сейчас будет так принимает бой йога дома уже ну а что ему остается спорка стреляет она столько уже три муталиска убила да что за хрень то блин димага вообще как не контролит здесь мутка димаги разваливаются у йога грейды лучше неужели димага просто ад какой-то творится неужели димага сейчас сольется и действительно димага сейчас все слил какие-то ультралис кеверна да нахрена эти ультралис кеверна убить его мутый черт побери уже блин так муталиски рядом летают ну димагу критиковать нечего он в анаксиве сколько был хорошо что сейчас хоть играет так у димаги что по муткам мутка 1.1 у йога мутка 1.1 все одинаково по грейдам здесь врыв лингами идет на второй базу димаги йога лимита резко больше стало причем при всем при этом у димаги 4 ваза у йога 2 3 всего прошу прощения муталискому сейчас ровно более-менее стало димага больше заказ на мэне всех дронов потерял нелепо как-то муталискому что-то не дерется газ потерял линги просто все съели на мэне 38 58 парабам сейчас ё-моё чё за провалы вообще рабочих димаг не восстанавливают вайпера одного сейчас строят вот отсюда часть дронов нужно увести уже кэш здесь добыча кривая идет вообще абсолютно на мэн димага ведет в газ на мэн да в газ на мэн повел газа кстати у димаги сильно не хватает сюда нужно 1000 минералов закажи тогда нужно заказать получается просто-напросто димаги еще рабов просто sd зажать и все но нету личинок достаточно королевы все погибли или они они здесь на обороне стали один ультрал как убирает полинги сюда пришли сейчас порубим тиран вик против happy сейчас отпишем так выхожу к хэппи тиран вик у прошу прощения йога тут шатает димагу так надеюсь димага там стабилизирует выиграет потому что как то все там пищу на хэппи стиран викам уже начинают играть отлично ребятки посмотрим мы зажигательную игру вот димаги желаю удачи потому что нужно таких как йога конечно выигрывать это даже и не игрок то особо так чуть фпшечки от хэппище ну игроки очень сильные равные практически хэппи и да так а и но и и а и и и и Продолжение следует... Димаги, да сам в шоке Ну что, Димаги, удачи желаю! Задержка 2 минуты, Димага 1-1, так что все нормально Ну что, второй рипер у Тиран Вика полетел, у Хэппи, что? У Хэппи тоже рипер, второй строится сейчас Барол, ха-ха-ха, да маленько после операции, так, поднаросло на брюхе Надо начинать что-то тренеться, да вот не могу Фаренгит этот пока улечет, тут начал сегодня антибиотиком прокалываться Ну что, пока не произошло даже никто... А, погодите, у Хэппи погибло, но он разведывал Кто ее убил, кстати, у Трипер 1, у КСМ-очку убил Вот, Дивон Вро 32 Так, 6-0, это что я? 6-0 В пользу Тиран Вика стоит Кстати, в этом интерфейсе двойное число получается не поставить, да? Двузначное Печально А если что, матч будет 69, как с Нуцбани У Хэппи 3 рипера, гелиончик Залетает Тиран Вик Два рипера потеряны, очень неприятный такой момент Здесь строится циклончик Еще один гелион есть, все это едет вперед Здесь танк уже есть с мариками Посмотрите, Тиран Вик умудряется по лимиту Впереди быть до сих пор, что самое интересное Сейчас будет медива готов, нужно бы танк уже засиджить Как-то полететь вперед, что ли Вот Ну что тут? Тиран Вик отгоняет Хэппич И Хэппич уезжает домой, но ничего особо он не терял пока Но лимита меньше, что самое интересное Смотрите, как циклон зашел под танк Сейчас Тиран Вика Красавчик Просто Хэппик, как грамотно сконтролил Зашел под танк И чуть медивак не покуснул Ну марики пришли, отогнали, все нормально Птиц Дрога слил нашему Артуру Мотри, фига Артур, красавчик Птиц Дрога, победитель Дримхака Ну Блай тоже ведь второе место Дримхака Сейчас взял да слил Просто нелепо как-то Это не Артур, а сам Арктур Менгск Арктур from Russia Птиц Дрога Ну Птиц Дрога не пригорает, наверное Может быть Начнет какое-нибудь там следствие Типа как же так Здесь третья ЦЦшка У Хэппи есть, по лимиту он отставал Но сейчас плюсик, кстати, будет по лимиту ЦЦшка садится Здесь у нас Ой, тройной дроп от Тиранвика идет Блин, что-то я разрываюсь Между Вебкой там, стримом Заходит Тиранвик на стимпаке 95.78 по лимиту Что-то у Хэппи гигантские проблемы Просто сейчас какие-то, по-моему Танчик один пролетает Тиранвик пытается ЦЦшку вкуснуть К танку подошел К танку подходить бессмысленно Но ЦЦшку была не очень хорошая идея со стороны Тиранвика В итоге Хэппи находит Силы, чтобы отбиться Как там риперы хорошо гранатами повзрывали, а? 72.89 Но тут надо тащить просто нереально У Тиранвика две базы Это для Хэппи может быть В принципе Хорошо, потому что Он с трех баз может восстановиться И вижу, что ЦЦшку Тиранвик Прямо снизу третью ставит Сейчас после дропа В принципе по экономике дроп достаточно успешный Был Тиранвик разгружается Собирается врываться сейчас к Хэппи На базу вторую С двумя танками, мариками, со щитами Но Хэппи еще грамотно марик вывел Вот если бы Тиранвик сюда летел Я думаю, что он Хэппи бы Сейчас бы развалил бы Хэппи все видит По лимиту, конечно Так, стимпатчится Тиранвик Прямо решил он пойти Так, Хэппи прям сильно так хочет зайти У Тиранвика плюс по грейдам У него атака есть в отличии от Хэппи Сейчас на мариков Но Хэппи все равно отбивается Но по лимиту Тиранвик плюс И третий ЦЦшка строится И рабочих чуточку больше Хэппи сейчас забыл строить Посмотрите, опять же, рабов Пытается Тиранвик ворваться Здесь две туретки есть И танков здесь сколько в дропах Один танк, и то он без Сиджа Короче говоря, сейчас этот дроп может быть провальным А может быть и неплохим Потому что Хэппи не ожидает дропа именно сюда Ведь у него сенсор тавера здесь нет Танк дропается не очень хорошую позицию Хотя он далеко, зато простреливать будет Хэппи прилетает тремя танками Своими сейчас КСМ-ки отвелся Марики с Мариками дерутся Хэппи танк попуснул один Вон один здесь и был Марики пока еще живы Тиранвик улетает Дроп я бы сказал, что Если не провальный То близок к кровавальному Пусть сейчас два медивака Минус еще будет Так Разгружаются Четыре Марика Один медивак Нет, один медивак Минус-мус Туретка начала покусить Медивак живой Если бы Хэппи был вообще Дикый контролер Он бы прокликал бы Вот этот, потом этот Сразу бы два минуса Может быть и третий Даже дэмажен еще бы забрал бы В итоге лимиты Почти что сравнялись У нас Таким Хэппи один-один делается Тиранвик сделал одну атаку И все, Грэды перестал делать Ну что за втыки-то такие Две инженерки есть Заказывает А2-1 Вот армор заказан Атаку можно заказать Хэппи сканет Видишь, что Тиранвик Все, лимиты равные практически И боевой лимит равный Так, типа сейчас Тиранвик Хэппи танков больше Полетает Тиранвик двумя танками Камни не пробиты Вот что значит вовремя Камни пробить Очень важный момент Такой Сенсор Тауэр Минус будет сейчас Сенсор Тауэр больше не контролит Хэппи газ здесь прессует Так, Тиранвик загружается Контр-дроп полетел Не контролит вообще пространство Около газа Хэппи дропается таким образом Что теперь уже может выбивать Собственно Спокойно Тиранвику газ Типачца Тиранвик Танки ближе передропают Хэппи пытается уйти Уходит сейчас Здесь Контр-дропчик летит 2-1 делается у Тиранвик Хэппи тоже 2-1 заказал сейчас По грейдам чуточку Плюсить Тиранвик сейчас Оказывает Так, здесь дроп пошел Марики Хэппи сразу принимают Дроп провальный Абсолютно Вообще, Марики минус Медивак минус Прилетел 10 лимита Подарил называется Медивак тоже Скорее всего не уйдет В это время передроп От Хэппи на Мэнни уже Блин, вот как вот Тиранвика Вот реально смотришь Макро лучше Все лучше На такой средней стадии Но потом Начинаются какие-то Неообразимые вещи Когда просто Начинается Дикий слив в итоге И в итоге Все хуже становится Здесь 2 танка До сих пор стреляют Тиранвик что-то их Не выбил пока Ничего, прилетел вплотную Сложился Так, стимпатчится Без сити Убил Прилетел Сложился Ну это приколы конечно 112-120 На 20 рабочих Проседает Тиранвик Главное Грейды продолжать делать Привет Штак Да с вебкой Не надо поздравлять Вам спасибо Обещал купить Купил Но пока еще не в комнате Там я думаю еще Оформление будет меняться Немножечко На вебке Так Викинг Тиранвика летает Где-то непонятно Здесь мариков достаточно много 133-146 по лимиту Лимиты практически одинаковые Ксмками Тиранвик начинает Набиваться Что ты делаешь Дружок Что ты делаешь Сканы там от Хэппи идут Второе армор Тиранвик заказывает Молодец Ну 38 Ксмок осталось Жить можно Надо восстанавливать рабочих Аккуратней Сейчас просто биться И все У Хэппи вторая атака Доделывается У Тиранвика Армор заказан Летит вперед Сейчас У Хэппи грамотно Псеномарик Выведен один для контроля Лимиты одинаковые Практически боевые Тиранвик Уходит сейчас Ну 3-2 делаются в принципе Тиранвик по чуть-чуть конечно живая Четвертую цц У Хэппи четвертую уже перелетает Но пока Хэппи не дожал Тут конечно решит основной замес Но Тиранвик Ведя по ходу игры Растерял вообще все Первый дроп успешный был от него Потом он дропался Видно что уровень игры очень хороший У Тиранвика Но не хватает Не хватает Немножечко сосредоточенности Какой-то Именно машинности Такой как у Хэппи Тиранвик что-то нервничает постоянно И постоянно отдается Как-то непонятно Вот сейчас Простимпачился Вперед пошел Хэппи чуть не подловил его На этом кривом действии 157 186 Соплай блок У Тиранвика Соплай вообще даже не строится В данный момент Нужно кидать экстра соплай Иначе по лимиту Вообще проседание жесткое будет Экстра соплайов Судя по всему нету На сканы всю энергию тратит Тиранвик Так экстра соплайов пару кинул По-моему не знаю что сейчас Произошло вообще Сканы идут Там и там Хэппи Идет вперед Тиранвик идет вперед Стимпачца Хэппи Заходит в позицию Тиранвика Чуток получше Но слишком много Что-то танков у Хэппи Реально слишком много Смотрите сколько танков Так Марики разваливаются Ё-моё 10 танков У Тиранвика вообще не осталось Еще один скан пошел Хэппи летит ближе Тимпачца Тиранвик Пытается танки забрать Не так-то просто это сделать Контроль идет Передропываются танки Викинги медиваки Отгоняют Еще марики подходит Тиранвик что-то идет на муве Отдается сейчас Вот Танк еще один ближе Планетарка падает Нужно бы вычинить Но вычинить тяжело Очень тяжело Танк сейчас один минус Тиранвик еще Какие там все демиджи на эти танки Черт их побери Дрогнет Дрогнет Тиранвик сюда Может танк погибнет сейчас Да Танк один ближе Фокус не все Вазил Тиранвик 1-0 Тиранвик 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 Альфа Тиранвик Небритые Да нет, уровень здесь практически Ну не одинаковый Макро уровень у Тиран Вика лучше А вообще Не очень, ребятки Ребята, короче В описании канала Моего Эскадва ТВ и Гудгейма Группа ВКонтакте Мы с Андрюхой, с Аспирантом решили Что надо ее все-таки сделать Так что добавляйтесь в мою группу Буду туда, ну не анонсы пилить Если будут заранее анонсы Буду и заранее писать, что там происходит Ну и буду пилить стримы туда Фактически со ссылочкой Будут какие-то там видео Может фотографии какие-то Может еще что-то Будем смотреть По мере развития будет там все пополняться Потому что не все сразу Но поступайте, короче говоря Сушку на задний фон Ну это фон Будет когда Перееду в комнату Я уже Ну я обещал вебку Поэтому она есть Так, интереснее будет Всем, я думаю Прохарасил немножечко тут Хэпи Рипера Улетел назад Шалато Спасибо, что смотрите Шляпы не ношу Какие шляпы Чего там Городите Либератору Хэпи Тиран Вик играет Среж Сцшку Сможет ли он отбиться Вот от этих всех рывов Вижу Геленчик подъехал Здесь фактически Марик Рипер Больше нихрена нету Залетает Тиран Вик Точнее Хэпи Прости Сюда залетает Тиран Вик отвел Юнитов своих Очень четко отвел Так Риперы запрыгивают на мейн Две гранатки Хэпи так Оставил Аккуратненько На ход Но не развелся В итоге Тиран Вик На эти гранаты Не нарвался Здесь еще один Геленчик приехал Но тут уже Три Марика Рипер Гелен Поэтому все Все хорошо У Тиран Вика Хэпи врывается Так Гранатки пошли Марика взрывает Одного беднягу Выкинуло На внешнюю сторону В итоге Не очень приятно было Риперов Отдаем Сейчас Отдает Хэпи Одного Рипера Второй Второй Еле-еле улетел Гелены еле-еле улетают Уезжают Так Гранатка еще пошла Объезжает Гелик Сейчас Тиран Вик Отдается у Гелиона Как-то нелепо Но Хэпи К Марикам Пришел Нормально Вроде как Живет И один И второй Но экономика Кстати у Тиран Вика Вообще хорошая Арктур А Раздолгий Спасибо тебе За информацию В чем Красавец Арктур В том Что В том Что Птидрога Попал бы На Хэпи Если Хэпи Дойдет До стадии Проходной Короче говоря Птидрога Арктур Спасает Своего Собрата Императора Просто Тирана Такого же Арктур же Тиран По-моему Да Арктур Если тиран То он выиграл Птидрога Процесса Это надо Круто Реально Играть Это же Не зеркалка Какая-то Я хочу Увидеть Эти репки Как он Так Пробрел Либератор Блочит Полностью Тиран Вику Добычу На второй Третий Сц Пока не Наблюдая Инженерка Только Только Пошла У Хэпи Есть Инженерка У Хэпи Нет Инженерки Здесь Передропчик От Тиран Вика И Танк И Мариков Четыре Штуки Один Марик По-моему Погиб Тиран Вик Улетает Здесь Не получилось Викингам Законтролить Хэпи У Хэпи Третья Сц Почти Готова Спиритолог Говорит Что надо Выкупить И Ковер Стрелка На фон Слушай Можно В принципе У меня Уже Есть Один Раритет Это Знаменитая Кепка Вайтра Украина Она В шкафу Находится На Дримхаке Как-то Я забрал Был Леха На веселе Маленько Да и Все Были Веселые Вот Ну Это Было Давно Еще До Всем Известных Сейчас Событий Ну Пофиг На память Останется Ну Чтоб Не горело Ни у кого Лишний раз Пока Такие Вещи Не Уставляя Никуда Ну А В будущем Каофон Будет Там Можно Сзади Там Поставить Да Там Какие-нибудь Кубки Из первого Старкрафта Там Медали С ВСГ Медали Вот Кепку Вайтры Третья ЦСшка Хэпи Еще Перелетает Сейчас Симпак Почти готов У Терранвика Опять Какая-то Двухбазовая Тема У Терранвика Почему Почему Третью ССшку Почему Макро Не хочет Играть Не понимаю Какая-то Странно Полный Вперед Прось Дороги Артур Продс А Это Пвп Было Ну А Почему Я думал Что Артур Терран У него Почему То У него Почему То Были А Я Тос Мне казалось Что Где-то У Артура Был Этот Почему-то Я думал Что Где-то У Артура Был Этот Терран Значок Ну Значит Артур Своего Собрата Наоборот Выиграл И Хэпи Спас От Очередного Процесса Хотя Я думаю Что Хэпи Пти Дрога Мог Может Наказать Но Это Хорошо Что Здесь Пти Дрога Играет Приходит Терран Вик Без Щитов На лом Идет И В итоге Продавить Не может Но Цэшку Третью Хэпи Отгоняет Хэпи Тяжело В итоге Выгнать Отсюда Арк Сливается Викинг Кстати Викинг Ключевой Почему Он мог бы Очень Сильно Надоедать Этим Медиваком Стимпач Сейчас Терран Вик Хэпи Передробку Хорошую Сколько Дэмэджем Арик Сплэшем Нанес Хэпи Еще Сейчас 109 На 80 В пользу Терран Вика Третья Сц Тоже Заработала Где Она Была Третья Сц Ну Сейчас Выйдет Что Арктур Выиграл Тидрога Для Прохода Хэпи А Хэпи Выиграет Терран Вик Для Своего Прохода Посмотрим Если Терран Вик Пройдет На Финалы Иема Я В принципе Не Прозит Потому Что Еще Будет Квалификация Еще Одна Будет Квалификация Очень Скоро Это Будет По Ладерам По Ладеру Там Две Квоты Как Челленджер Портрет Путина Хотел я Пошутить Портрет Путина И кеп У Атеры Ну ладно Не буду Политоту Раздувать Народа Слишком Много Вот Что Можно Их Рядом Так Поставить Символично Ну ладно Закроем Эту Тему 116 143 53 61 По Лимиту Заребенок Машуня Сейчас Не Здесь Машуня Сейчас Не Здесь Она В Печорах С Мамой С Бабушкой Вот Как Приедем Уже На Квартиру Но Это Другая Будет Квартира Здесь А В Комнате Просто Ну Как Нибудь Зайдет Горь Как Нибудь Покажу Машуня Уже Большая Ну Что Хэппи Отбивается Тиран Вик Посмотрите В очередной Раз Провальный Какой-то Врыв Хэппи Начинает Контроль Тиран Вика Провожает Просто Сейчас Вообще Жестко По Лимиту Сравнялся Да Что За Дичь Вообще Происходит Как Хэппи Так Переворачивает Тиран Вик Вообще Просто Приходит Убивает Хэппи И Хэппи Уже Во второй Раз А 30 Лимита Отставания Просто Отыгрывает У него Конечно Третья Цц Раньше Было Но Остального Ничего В плюсе Особо Не было Сейчас 2-2 Грейды У Тиран Вика Кажется Все Вровень Сейчас Но Если Тиран Вик Не может Дожать Постоянно С плюсом По Лимиту То Вровень То Тоже Он Тем Более Не Сможет Дожать Ни Хрена Касунаги Говорит Написано Тиран Арктур Ну Вот Я Игру Что Где То В Нете Там Тиран Был Значит Ошибка Просто Выходит Тиран Вик Опять Вперед У Хэппи Два Сенсор Таура Контролят Медивак У Хэппи Не Хватает Чтобы Все Танки Взять Он Берет Часть По Земле Видите Что Тиран Вик Рядом Здесь Находится 137 152 Посмотрите Реально Небольшая Пауза И Тиран Вик Сразу В Плюсе По Лимиту То есть По Макро Он Постоянно Хэппича Опережает Но По Контролю Отстает Как Небудь Я Не Знаю Даже Не То Что По Контролю Контроль В принципе У Тиран Вика Неплохой Но Он Позиционирование Какое Плохое Постоянно У него Не Нужный Момент Врывается У Хэппича С этим Просто Идеально Все Просто Идеально 10 Медиваков У Тиран Вика 178 157 По Лимиту 2 2 Доделывается У Хэппича 2 2 Доделывается У Тиран Вика Цц Четвертая Летит Сюда Тиран Вика Идет Вперед 182 По Лимиту Видите Боевой 121 На 107 Грейды Сейчас Хэппи Будет На Несколько Секунд Впереди У него 2 2 Будет А у Тиран Вика Только Армор Вторая Атака 26 Секунд Это Может Зарешать Третью Армор Сразу Тиран Вик Делает Боится Драться С Хэппи Отступает Назад По Танкам Давайте Глянем 13 12 Почти Одинаково Мариков У Хэппича Меньше Тиран Вика Но Мариков Если Вот Такой Кучащей Водить То Там Не Важно Там 40 Или 55 Пару Залпов Их Ровное Количество Станет То есть Их Нужно Сплетить Как 3 3 3 Хэппи Заказывает Моментально Тиран Вик Армор Так Вторая Атака Готова Третью Заказывает Моментально Хорош По Грейдам Вообще Хорошо Блин Нужно Как Хэппи С Тиран Виком Поселить Вместе Чтобы Тиран Вик Его Как Обучил Макро Хотя Хэппи Сложно Обучаем Мне Кажется А Самому Научиться Контролить Как Хэппи На Корейском Уровне Мало Кто Вообще Может Контролить Почему Потому Что На Корейском Уровне Это Не Только В бою Контроль Это Еще Это Заказ И Макро Везде Хэппи Вот Этого Не Хватает Постоянно То Он Всегда Концентрируется Только На Замесе На Контроле И В итоге Экономика Частенечко Проседает Опять Тиран Вик Посмотрите Запас Больше Всего Больше Как Это Происходит Я Вообще ХЗ Так Хороший Дроп От Тиран Вика Посмотрите Принимает Хэпи Танкс И Хэпи Разваливается Здесь Спасибо Крест Ди Говорит Джейн Она же Яндекс Баба Спасибо Всем За Поддержку За Премиум 172 196 Тиран Вик Сейчас Ждет Пропускает Дроп От Хэпи Сенсор Тау Рядом С Никогда Не упускает Он Сразу Скан Как Нашел А Тиран Вик Опа И Потерялся Прилетает Хэпи И все Марики Дроп Танки В итоге Танки Сюда Прилетят И что Здесь Марики Их Расконтролят Пока Отсюда Тиран Вик Забегает Столько Времени Пройдет Хотя Нет Посмотрите Забежал Ну Как В куче Марики Это Жесть Какая Где Сплит Хоть Но Продакшена Хэпи Выбил Серьезное Количество Что По баракам У Тиран Вика Осталось Четыре Конечно Бараки Выбил Сейчас И все Нужно Восстанавливать Сразу же Бараки Что Тиран Вика Делает Пока Преимущество По лимиту Есть Можно Вперед Пойти Танки Хэпи Все слил В итоге Четыре На десять В пользу Тиран Вика По танкам И Может Он Может Сейчас Если Хэпи Перевернет Эту Игру Это Вообще Жесть Будет Сейчас Тиран Вик Вообще Такое Преимущество Гигантское Захватил Но Я думаю Что Хэпи Вполне Может Перевернуть Опять Двойной Дроп Из Двенадцати Мариков Полетел Но Четвертую Базу Тиран Вика Идет Убивать Ему Замес В лоб Выиграть Один В лоб Тяжело Тиран Вика Заходит Викинги Есть Танки Есть Ой Как Они С Медивак Разваливают Викинги Садятся Танки Без Грейдов Вообще 0.1 Там Грейды Хэпи Дроп Развалил Все Вообще Тиран Вику Но Лимит Серов Больше Марики Вышли Прикрыли Наконец Таки Четвертая Падает Здесь Пятая База Зато У Хэпи Есть В принципе То Что Тиран Вик Убил Четвертую Для Хэпи Не так страшно Как Потерять Природку Было бы Но Вот сейчас Тиран Вик Приходит И Здесь Он Ничего Сделать Не Может 150 122 По Лимиту Боевой Это Почти Одинаков У Хэпи Робов Почти На 20 Меньше Вот Пошел Дроп Контр Лоб От Хэпи Прям Под Юнит Тиран Вика Медиваки Все Демеджены Хэпи Дропается Сбревает Тиран Вика Кстати На Мую Очень Слабо У Тиран Вика Есть Грейды На Танке А Здесь Тоже Плюс Два Кстати Есть Пятую Тиран Вик Занял Причем Планетар Переводит Рабочих Туреток Раз Два Одну Тут Четыре Туретки Поставить Уже Тяжелее Дропаться Будет С Этого Направления Тиран Так Где Третья И Третья Третья Активировал Премиум Третья Без Тиран Вика Тиран Тиран Вика Тоже Тритан Танковых И Все Слабыми Ну что Тританковых Морики Морики Танки Это ТВТ Современная Фактически Мне нравится Современная ТВТ Она Очень Мобильная Она Чем-то Напоминает Первый Старкраф Постоянными Передропами Конечно Микс Не Мех В итоге Другой Немножку Вот здесь Тиран Вика Идет И Просто Хэппи Ставит На халде Смотрите Мариками Танками Тиран Вика Идет Перед Отдает Всех Мариков И все По лимиту Вообще Одинаковые Становятся То есть Тиран Вик Сейчас Слился Просто Просто В хлам Об Хэппи Хэппи Даже Не Атаковал Он Просто На месте Ставил Тиран Вик Решил Что Сейчас Прямо Сгреет Хэппи И в итоге Отдался Так Здесь Минус Танчик Один Стридцать 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 Все равно По лимиту В плюсе Так Отходит Мариками Теряет Часть Мариков Здесь Танки Не Прикрыты Ничего Не Вычинивается Ну а Как В таком Активном Замесе Вычинить Тут Пока КСМ Приед Чинить Уже Улететь Лететь Дальше Надо Вот это Мне не Нравится Конечно Сверх Активно Сюда Даже Починиться Не Получается 160 145 Боевой Лимит Очень Близок Хэппи Занимает Позицию Сейчас Около Теренвиков Пытается Улететь Дальше Улетает Дальше И Теренвика Танки Вообще Не Боюсь Что ты Деляешь Дружок Теренвик Что ты Делаешь Лимита Хэппи Больше Боевого Сразу Становится Сейчас Теренвик Не Успевает Опять Ворваться На Мейн 141 146 Вот Как Хэппи Посмотрите Блин Ну Это Чувство Конечно Чувство Позиции Чувство Контроля От Хэппи Я не Знаю Просто Оно Невероятное Какое Теренвик Дропается Мимо Хэппи В итоге На Мейн Заходит И Разваливает Теренвику Добавить Вот Такую Тему В Бою Как У Хэппи Такую Контроль Он Просто Будет Разваливать Хлам Ему Нужно Именно Вот Это Тренить Сейчас Именно Вот Это Тренить Потому Что С остальными Компонентами У него Лучше Чем У Хэппи У него Всегда Больше Всего Голова Сейчас Уже Конечно Все Печально Потому Здесь Дотекание От Хэппи Идет Здесь Один Танк Теренвик Пару Залпов Сделал Но Не Более Того Можно Четвертую Отсечь Базу Хэппи Что он И делает Теренвик Еле Отбился В итоге Что мы Имеем У Теренвика 7 Мариков 4 Танков Здесь 28 Мариков 9 Танков Теренвик Только Медиваков Больше Ни хрена У него Нету Да Печаль Печаль Хэппи Занял Верхние Базы Теренвик Просто Не Видел Что Они Там Добываются Поэтому Не пошел Убивать И все Таки Все Таки Хэппи Убивает Теренвика Но Теренвик Хорош Я думаю Что Один Из Самых Сильных Игроков В СНГ Сейчас Помимо Хэппи Щаблая В топ 5 Точно Входит Нужно Стараться Нужно Дальше Трениться Теренвик Предыдущую Квалификацию Третью Пропустил Не Не Надо Так Раздолбайски Относиться Спасибо Ребят Всем За премиум За поддержку Гигантское Всем Спасибо Поддержка Очень важна И Очень Нужна Ну Что Проверяем Сетку Что Там У нас Хэппи Еще Дальше И Кто Вообще Где Забинжена Сцена У меня Оп Мулами Чиниться Да Мулы Тоже Просто Там Некогда Чиниться Видишь Как бы Там Постоянно Забирать Надо Лететь Вперед Сливка В рот 32 Будет Занстром Видимо Биться Так Хейт Ме Тут Хейт Ме Мехно Проиграл Найт Тен С шадауном Холлинжер Арктур С овексом Будет Биться Дмс Прошел В рот 32 Молодец С Синином Джонни Рик Кстати У Дмс Вот здесь Вообще Если он Синина Выиграет Здесь Здесь Тоже Оппоненты Которых Можно Одолеть А может Арктур Дальше Пройдет Ревчик Тут Рядом Находится Кстати Ревчик Будет С Аверсом Или ДНС Играть И Хэппи Будет Ждать Победителя Нужно Аверса Найти Посмотреть ДНС Потом ДНС Посмотреть Ревчик И Потом Победителя С Хэппи Чем Идеальный План Газ Тут Рядом Минат Молодцы Стрэндж Уже Стрэндж Уже Вообще В 1 Восьмой Элрой И дальше У Стрэнджа Тоже Нормальная Такая Сетка Можно Проходить Полуфиналы Кто Его Тут Может Наказать Ну Велму Есть Димага Здесь Есть Тефель Сортов Ну ХЗ Ну Можно Плохо Но Третья Она Как бы Без сеток Без сего Тут Тяжело Все Мне Показывать Нужно Как-то Я думаю Продумать Может быть Вот сюда Куда-нибудь А Вы Не Видите Ну Правый Угол Или Куда-нибудь Пополам Поделить Веб Ку Там И Запилить Еще Карту Туда Так А где Аверс Вообще Аверс Аверса Не Вижу Я Нифига Аверса Не Вижу Нифига Димага Йога Выиграл Про Тиран Вика Не Сможет Поехать Ну Все равно Надо Когда-то Ехать Куда-то Так Давайте-ка Я Аверса Найду Контакты Блин У меня Ж Было Аверс Где-то Добавлен Новые Аккаунты Там Делает Хитрецкие Какие-нибудь Пользователь GSD Подчеркивание DM1 Тро Активировал Премиум На ваш Канал Мужчина Так Игровые Аккаунты Тро Р Игровые Игровые Так, каверсу пишу. Ну хорошо, что много наших далеко прошло. У Стрэнджера есть реальные шансы за квоту побиться. Почему? Так, давайте сейчас еще Турчика один отсеку я. Так, БВАА. У меня есть же твой контакт или нету где-то там, в чатике. Вот. Стул. Мне нравится стул. Вначале у меня еще это хребет натерло, как бы здесь такой выгиб, потом я ослабил всю вот эту сетку. Она типа, она кевларовая, как бы, кажется, ненадежная, но мне сказали, что на него гарантия 10 лет, типа, от производителя. вообще мне, как бы, нравится. То есть, все удобно, привык уже. Может какую-нибудь хрень постелить пока, как бы, зима. Просто с летом, мне кажется, кайфово будет на сетке больше, чем на каких-то кожаных или эко-кожи вот сейчас очень. Ну, все, я нашел Аверса. Илюх, здорово. Так, давайте сетку еще раз оценим, просто какие перспективы. Правда, быстро, но вот тут по-любому будет наш, хэппи уже есть, Pro16. Рива ждет, видит ли Аверса ДНС. Не знаю, если Аверс ДНС одолеет, будет круто. Стрэндж. Так, погодите-ка. А здесь кто у нас? А, Велму здесь, Димаг. Ну, не знаю. Мне кажется, Стрэнджу нужно проходить вот по этой сетке. О, Димага зовет, кстати. Давайте-ка Димагу посмотрим пока. Ну, да. Опа, отлично. Димага, Велму. Давайте посмотрим. Круто. Спасибо, Димаге. Удачи ему желаю. Поехали. Ну, Репчика точно пропустить мы не должны. Здорово, Леха или Жех. Я не знаю кто. Два батлкрузера они могли бы, конечно же, решить. Тем более, у них сейчас телепорт есть в любую точку карты. Даже без скана за 125, по-моему, энергии. Не буду врать. Но как их построишь? Там просто нереально построить. Ну, я думаю, что в перспективе ТВТ тоже изменится, на самом деле. Это я не знаю. Да, это сам себя троллят Птидрога вообще. Приуныл немножко Птидрога. Кто-то ТВТ не заметил, еще раз дублирую. Так, здесь пилончик Велму ставят. Он фотонить собрался. Велму фотонит Димагу с Зилком. Что за бред вообще происходит? Приезжают дронщики от Димаги. Ну, нужно минусовать. Пилон Димага правильно среагировал сейчас. Зилок сейчас пойдет вперед. Так, потонка пошла один. Но нужно не дать Вижена на хайграунд. Тогда и атаковать ничего не сможет там Велму. Так, все, отменяется. Все, пилончик новый пошел. Пробку гнать отсюда вон ее, блин. Ну, зачем ты, Димага, дал пилон поставить? Кстати, дронов много. Они быстро грызут пилон. Еще один, правда, пилон там сразу ставится. Второй грызть быстрее. Одну нужно сразу плетку ставить. Даже две плетки сразу Димага ставят. Раз, два. Вторую ставь, Димага, не стесняйся. Пилон выгрызает. Сейчас один пилон отменит. Зилок приходит, плетку начинает отменять. Два линга всего лишь заказ. Да что за хрень? Зилок пришел, начинает наваливать. Неприятно. Еще охренеть, Велму все удачно делает. Это такое печалище просто. Ну, Димага не ожидал, что так все случилось. Смотрите, Велму-то на опыте. Что, Кобра уроки брал, что ли? Я не понимаю. Так, ну все, здесь ГГ. 20 пробок на 9 дронов. Минус Нексус. Минус, точнее, Хата. Ее, ну, прошарок какой, а? Фатонку все-таки минуснул. Велка, Велок отдался. Но здесь Фатонку будет просто не выбить в итоге. Здесь новую не поставить, правда, тоже. Димага-то рано или поздно может отобьется. Но посмотрите, какая здесь экономика. Запись, конечно, будет, будет на Ютубе, но будет позже, безусловно, она. Есть таргейт уже, по-моему, ее, не, ребята, это вообще печально. Печальности. Ну, сейчас, кстати, Плетка до пилончика достанет. И Димага выбит фактически без потерь, но вот если бы не эти линги. Пытается контр-забегание сделать. Здесь оверчарж повешен на пилон, поэтому контр-забегание не удалось. Сейчас просто Оракул, он прилетит сюда, убьет просто всех рабочих. И все, у Димага даже королевы нет. Все, Плетка выбила. Фатонки нужно чем-то их подгрызть. Да, хотя они ничем не мешают, только Вижен, разве что Велму дают. Больше они ничего теперь не дают. Так, группа ВКонтакте появилась сегодня, так что кому интересно, добавляйтесь. Буду туда стараться писать о стримах заранее. Ну, если буду знать, конечно, ссылки на стрим, какие-то видео, может, будем запиливать. Может, не только мое. 40-28 по лимиту. Димага пытается контратаковать как-то. Оракула что-то Велму поздно реально заказал. Димага забегания очередное дело. Это у пробок проблема начинается сейчас. Подгрызает рабочих, но Мазеркор помогает. Но здесь все пробки, кстати, погибнут. Оракул вылетел, а зачем он сюда вылетел? Ему, Велму еще энергию ему всем потерял. Так можно и за камбэч, если Велму так тупить будет. Но преимущество настолько гигантское, что до сих пор просто здесь адски все хорошо у Велму. Даркшайн пошел, глефы резонирующие. Блин, а вот если б не так все печально, конечно, с экономикой, вот Димага переоценил свои силы в плане того, что 3... Так, Аверсгридж 100 выиграл уже. Так, аверсгридж 100. Так, аверсболики не retirаются. Так, аверсберт! Так, прошу Аверса не стартовать сейчас с ревой резко. Димага с релма, я не думаю, что будет долго биться. Понял Арктур, ну красавчик, дрогу убить тоже многого стоит, блин, жаль, что проиграл, можно было дальше идти, но пацанам сетку облегчил, зато уже многого. Конечно, пацаны неблагодарные ни хрена, но... Не, ну кто-то может подумает так про себя, блин, хорошо Арктур дрога наказал. Вот, 64-61 по лимиту, боевого у димаги чуть больше, дарки приходят. Так, третья будет уничтожена, хата в итоге. Все нормально, я все вижу, кто там где начинает. На ИСК 2ТХ тоже группа ВКонтакте есть в описании. Вижу, Архончик запилен сейчас у Велму. Будет добивать с Архоном. Третий Нексус обменяется. Поддержал ваш канал на сумму 100 рублей ровно. Помидор, ты старый и крутой. Свинкило, спасибо тебе. Ну, пока я еще не такой старый, побреюсь буду вообще. Разве что вот... Лысина моя, а так как бы... Не, ну Сиги я не курю, поэтому не знаю, продают, не продают как бы в магазине. А так большое спасибо. Если крутой, то пусть буду старый. Два дарка в районе третьей базы. Адептики пошли вперед. Так, уже дистанс майнинг у Велму начинается на мейне. Он, посмотрите, один минерал какой остался. Чего его никто не добывает-то? На потом пирожочек оставил себе. Приходит Велму. Димага с королевами лингами ровущими. Такое ощущение, что отбивается. Да, так и есть. Дарков-то кто будет видеть? Никто... А, лейр есть. А где Уверсир-то? Я чуть не понимаю. Так, адепты не заходят, конечно же, от Велмы. Велму 80 на 83 по лимиту. Фридурки, блин. Все у вас юморок-то, блин. От комедиклуба. Ну что, лингами хорошо, Димага? Смотрите, забревает 3 с N3 сталкера. В это время Феникс на мэне еще отдается. Но Велму все больше по лимиту. Это как-то очень-очень печально. Это как-то очень-очень печально. Димагу кидать не будем. В этой игре. Ну, Аверс Рева я просто не могу не постримить. Это противостояние реально, как бы. Это огонь реально. Огонь, а не игра. Противостояние двух стихий. Пригарных. Так, Адептики идут вперед. Адепты заходят сейчас. Пытаются Велму что-то Димагу шатать. У Димаги гидра пошла. 110-110 по лимиту. Димага Адептов принимает нормально. Минус Адепты. Ворваться бы как-нибудь. Архончик Велму добавляет. Здесь у нас что-то призма прилетела. Димага все. Вот Димага от дропов. Хорошо, как отбивается. А то многих-то начнет кто-нибудь дропать. Все, всех зашатают. И беда. Реон, Димага, конечно, в финале. Это своеобразный финал для Димаги. Четыре Адепта тут летают, пытаясь еще харасить Велму Димагу. Димага пытается у Люру выйти. Вот это мне кажется, что... Хотя, ломиться вот на это Роучи Гидрой тоже очень опасно. Я думаю, что Люра не помешает. Но здесь... А, здесь тем более дестабилизатора. Не, да, какая... Какая Роучи Гидра. Здесь четвертый Нексус уже пошел. Призму сбить, к сожалению, нечем. Да я вообще не парюсь по этому поводу. Реладжеры запилены. Вторая атака. Газа подкопил немножечко Дима. Ну, сейчас еще Роучи заказывает. Блин, ну, надо хотя бы штучек пять люркеров, если врываться собирается. И вот эту базу четвертую отменять. Если получится выиграть замес, то будет замечательно, конечно, все. Аверте. Ну, и то, что выиграл Аверс ДНС, это очень хорошо, потому что ДНС... Как бы он такой стабильный, средний тост такой прям по силе, я бы сказал. Он очень много выиграл. Залетает Велму. Призма минус. Красота, Димага. Береги Гидру. Отсюда можно забирать. Теперь Люру Морфит. Третья атака у Велмы. Ну, еще не готов. 192-162, блин. Димага-то, смотрю, натренивался прям по лимиту. Все нормально. Видел Димага четвертый? Нет, вообще. Нет, он не видел. Жаль, что не видел. Вот сюда бы зайти сейчас. Часть Роучи. Конечно же, забегание на четвертую базу пошло. Хорош. Димага понимает, что наверняка там четвертая может быть у оппонента. Здесь Люра окопана очень хорошо. Будет ли одновременно врыв еще в лоб? Вот это вопрос, конечно, открытый. Блин, еще Роучи подземную мубу вообще бы или хотя бы закопку. И еще врыв идет один. Ой-ой-ой, как Димага шатнуть собирается Велму. И одновременно принять его в лоб. Так, выстрелы дестабилизаторов пошли. Но только по одному Люру попал сейчас. Один мимо вообще. Здесь Роучи врываются на вторую. Нужно отойти назад немножечко. Оп, дестабилизатор раз, минус дестабилизатор два. Красавчик. Дима на четвертую. Блин, ну тут оверстир нужен. Дарк нарезает. Вот закопка для чего нужна. Но Дарк не успеет резко всех здесь срезать. Еще два Дарка. Но на медленный пилон Димаге очень повезло, что на медленный пилон они варпятся. В это время какие-то иллюзии залетают. Идет Димага еще в лоб. Зачем он так в лоб-то ломится? Дим, ты что делаешь? О-моё. Только похвалил. Куда-то Димага поломился. Все слил в хлам. ГГ. Понял сам Дима, что провалился. Сейчас стоял бы на месте. Нормально шатнул вообще. Дестабилизаторов убил. Надо было дальше пытаться. Вот. Вот так. Вот так. Вот так. Так, Демаги желаю удачи. Демага, как обычно, приветлив. Спасибо ему большое. Надеюсь, что Демага уровень свой поднимет и будет тащить. Но при Гаргейминг я просто не мог пропустить, ребят. Это будет весело. Реально, у Демаги там не принципиальное противостояние. С Демага собрался сейчас трениться, мы его обязательно увидим еще. Но вот Рево Аверс мы видим редко очень. Сегодня СНГ при Гаргейминг просто происходит. Но у Демаги нету при Гаргейминга никогда. Если кто Демагу Велму хочет посмотреть, там очень много стримеров было. И Мораликас, и еще кто-то там был. Так что можете смотреть. Что-то мне есть хочется. А еще поесть-то нету нихрена, наверное, да? Сейчас, ребят, дайте-ка проверю. Пользователь Свинкила активировал премиум на ваш канал. Бля, три банана. Три банана Свинкила. Спасибо за премиум. Спасибо всем, ребят. Народу нас много смотрел. Я думаю, что это не предел, если будут решающие игры. Прокси-бараки у нас от Аверса. Смотрю, пошли. Интересный расклад. Извините, ребят, я на самом деле... Пользователь Свинкила активировал премиум на ваш канал. Просто всех одновременно реально не постримишь. Как бы очень много наших игроков. Будем надеяться, что в субботний турнир тоже кто-нибудь пройдет. Может, это будет Хэппи, может быть, это будет еще кто-то. Не знаю. Посмотрим, ребят. Да не, на демагу не гоните, потому что демага был в инактиве, но очень долго. Поэтому все в порядке. Так, рипперы у Аверса. Причем, обращаю ваше внимание, что застройка здесь прохода бараками. Два барака. Здесь депошечка еще одна будет. Кстати, сверхранние какие-то рипперы. Репчик элегантно сейчас просто линга мух делает и собирается принимать. И хата будет уже после муха. Фактически здесь бункер пошел. Кстати, мух сейчас будет. Так, еще один дрон выходит. Не стал хату ставить реву в итоге. Вот Аверс сейчас что плохо делает? Ему рипперами некуда скрыться. Вот в чем вопрос. Ему бы депошечку здесь одну бы в застройку. Это штука закрыл, назад улетел и все в порядке. Ну что, бункер будет подблочить. Кстати, здесь очень хорошее место. Гранат сюда накидал, вниз спрыгнул и бункер сейчас будет готов. Так, дрон спускать. Еще 12 лингов от ревы. Так, нужно в бункер садиться. Садится в бункер Аверс. Сейчас гранату кидает. Сейчас лингов часть принимает. Ну, рипперам некуда уйти, я уже об этом говорил. Барак поднимает, барак сажает. Все, ушел. Рева не среагировала сейчас. Да нормальная сетка на гофу СК. Она быстрее обновляется, во-первых. Там все замечательно. Так, здесь депошку нужно закрыть до конца проход. Рева оббегает. Так вот сейчас я подгрызу, думает. Ну, пока не подгрызет. Так, возвращаются линги. Ну, рева играет. Обратите внимание, абсолютно точно. Это билд с передропом королев лингов. Я не знаю, готов ли Аверс к нему. Там же строится эволюсион. Это стандартный билд. Нужно бараки уводить. Здесь только рипперы. Все, ни хрена. Даже оверов нечем сбить. Рева поэтому висит. И все здесь видит прекрасно просто, что происходит. Вот. Ну, если ревчик побеждает, вам скажу, что он с хэппичем будет биться дальше. Вот. Если Аверс побеждает, то Аверс с хэппичем, соответственно, будет дальше биться. Ну, Аверс прям не сверх. Ну, хотя АПМ-то у него прям как у проигрока. Но я не знаю, насколько он сейчас актив, инактив. Не особо я видел его в последнее время. Залетает Аверс. Понимает, что здесь происходит. Понимает, что нужно готовиться. А чем здесь подготовишься? Танки нужны. Рипперы. Ну, рипперы против дропов, они не особо эффективны. Они, то есть, гранаты кидают больше каких-то против нидусов хорошо. Хотим голосовалку, у кого пригорит. Да навряд ли у Аверса пригорит. Вот если бы Аверс выиграл ревчика. Тогда вопрос бы был уже... Да и не знаю. То есть, неважно, пригорит, не пригорит. Главная игра. Пять оверов я вижу у Ревы. Сколько их, на самом деле? Семь. Два. А, ну, два у Аверса висят, соответственно. Сбить бы чем-нибудь вот этих оверов. Реактор там Аверс строит. Ну, вот Мариков нужно заказывать. Не Викинг, здесь Либератора нужно строить. Раскладывать Либератор просто и Мейн. Именно Мейн Дефити с двух СЦшек просто рабов строить. Парабам, посмотрите, все замечательно у Аверса. Какие к чертям Викинги? Здесь оверы на мую. Конечно, Аверс не понимает, что сейчас происходит. Просто вот в чем проблема. Нужно Старпорт. Какой фактуный реактор. Ё-моё, Аверс вообще не знает этого билда, походу. Это же... Это же просто бред. А что, Рева Зерка? А кем ему быть-то, Реве? Так, Аверс Викингом ловит оверов. Королев, ну, очень много там у Рева. Про транс-юзи ловера. Садится в семя сейчас. И полетел вперед. Нужно... Так, а здесь что? Здесь линги готовы и к Реву на вторую базу. Так, факта. Ну, вот были бы хелбаты здесь. Вот реально хелбаты могут спасти. Но хелбаты просто не успевают. У Аверса, у Аверса его мех элегантный сейчас. Но ни Армари, ни... Ничего вообще не успевает. Линги врываются. Почему здесь так мало в дропах прилетело? Я еще не понимаю. Рева боится дропаться. А, все, Рева грузится прямо здесь. И полетел вперед в итоге. Очень много в дропах сидит юнитов. Викинги. Все уходит наверх. Ну, что Гелеона-то здесь стоит? Сейчас прямо на танк все дропнется. И это будет печально для Аверса. Конечно, пошел дроп. Линга королев. Риперы кидают гранатки. Ну, это минус Аверс. Это 1-0 пользу Рева. Но на этой карте мало кто готов. Было бы хелбатов. Вот здесь вот куча стояла бы, штук 5 их. Он бы просто нажгли бы там, конечно. Но не в такой ситуации. К сожалению, покидают Аверс игру. Я бы не назвал это пригаром жестким, но... Не то, что у Аверса бомбит. У Аверса бомбит. А Трева частенько просто. Ну что, жду... Жду следующей игры. Вместе с вами. Аверс инвайтед. Спасибо ему большое. Кстати, неверная у меня цифра. Какие-то 126 тысяч 30 же, ё-моё. 30 сосек-то забыл. Так, шарф может... Чуть-то какой-то Рева дрогнулся. Назад заходит. Мачистери у Рева. Рева не хочет свои гениальные стратегии демонстрировать. Поэтому Мачистери нужно закрыть. Что происходит-то? А, нужно полностью поставить. Мачистери у Рева. Режим... Мачистери... Ну что, второй батл пошел. Игра не остановлена. Так, что-то просит. Секундочку, репчик. Димоз играет на стриме Мораликаса. Скиньте, ребят. Кто-нибудь видит, наверняка, где Димага играет. Поэтому он играет на стриме Мораликаса. Есть он на Team Liquid. Есть кому интерес против фильма посмотреть. Пошли подробности из жизни Аверса и репчика. Не, ну на ладере не давать паузу, поставить репчик. Это реально зашквар. Я тебе честно говорю. Кто-нибудь репчику наверняка передаст. Такое только в дотке бывает. Нельзя так, нельзя. Пауза на ладере – это святое. Какие все бичи не были и так далее. Как вот у меня сегодня горело. Больше, я думаю, что постараюсь без пригаров. Димага слил. Жаль, что Димага слил. Ну, Велму не слабый игрок. Все. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok. Чего я не понимаю? Аверс говорит Ре Ну я не знаю, что там, где Рева смотрел В смысле, Рева реально посмотрел, что Ререспе, я чуть не понял За такое-то, как бы, банят со всех турниров Если есть доказательства А доказательства это запись Ревиного стрима, в принципе Что, серьезно, что ли? Не, вот если по РСБу Глайву, например, вчера Вот вообще Гуру хотел, чтобы выбили за ГГ раньше времени Не, ну так дела не делаются Спасибо, Just Love Да я сам не понял, что происходит Плюс, если в натуре Рева такой фигней занимается Ну, это реально не делаем Кстати, более удачный Рез появляется Здесь тоже задрогать можно оппонента Так, не надо обзываться, пожалуйста, только Сейчас, секундочку, ребят Подождите, пожалуйста Что-то прохладненько становится У меня просто еще с фаренгитом Косяки эти есть Сейчас только антибиотики начал прокалывать Курсы Немножечко Сейчас элегантного шарфа надену Игра приостановлены Что происходит-то? Почему без этого нельзя Старкрафт посмотреть? Ну и что, сейчас опять Ре будет, что ли? Теперь Талиспы уже известны Теперь-то только Ре не Давайте не будем начинать Я понял, что Димаго проиграл Рева с Аверсом друг друга любят В кавычках просто очень сильно Насколько я вижу Пригар, он заразен Чисто с одной стороны Навряд ли будет жестко пригорать Если у другого не пригорает А то вот если обоюдно То может быть совсем жестко Макс и Арена Что-то имеешь в виду Переезд в комнату Что там происходит? Что Ре его вообще делает? Оп С шарфом И жестко Саундсберт прохладненько Сейчас Рева сыграют И все согреваются Боюсь, что придется от монитора уходить А то жара будет Боюсь, что придется от Моника отходить А то излучение будет такое Что могут быть ожоги кожи И даже глаза вытечь могут Поэтому не хочу, чтобы вы на вебку Все это увидели Надо меня судьей было поставить Чуть народу в чате можно Блин, фрегар гейминг На славу выдается Я уж извиняюсь Я чуть-чуть тормозну чатик А то 15 секунд Слоу мод поставлю Игра возобновлена Без 3D Да показывал уже все Ничалика Он уже там корыто сушит Наверное где-то В кресле Попозже принесу Покажу Пусть спит пока Продолжение следует... Сливка Сливка сказал, что ЗВЗ у него в принципе Неплохое Как бы и... Поэтому Может поиграть То, что Рева без задержки Стримит Это минус-то только ему Как бы Его стрим можно полить Так что... Короче, ладно Да это там у них что-то между собой пригорает Здесь похоже на Нидус От Рева Со стороны Да, пойдет сейчас Нидус Роучи Королевы Линги Так, Овер залетает От Ревщика Овер отдается И куда он теперь Нидус будет пилить Я что-то не понимаю Нидус пошел Но Овер один подлетает Но ему-то еще долго лететь сюда Вот в чем проблема И Либератор здесь уже будет готов У Нидусу еще 16 секунд строится Блин Ну да, Овер почти прилетит под Нинус Залетает Овер по чуть-чуть Нормальная картинка Все видно главное Свет с лампой идет Либератор прилетает Здесь Рева законтроливает Против Либератора Нидус попер Выходит Королева Выходит Роучи А Либератор-то Здесь Овер Сахарасит Либератор Нужно вторую базу заблочить А спорка только на мэн есть Но нужно отводить КСМ-ки сейчас Да на вторую добывать просто И не париться По-моему Сейчас Рева не законтролил Королеву не затрансюзил Здесь нужно вычинить Танк не достает до Старпорта Вот это очень большой косяк На самом деле Со стороны Аверса КСМ-ки отдаются Так Блин Танк нужно ближе перевозить Что за хрень-то вообще такая Либератор летает Пытается блощить Рева там спорку туда-сюда воет Мультитаз сейчас Кстати, очень жесткий Идет, ребят Потому что Рева здесь Дронов отдает Пока В это время Аверс пытается отбиться Либератор еще один есть Кажется, не досто со стороны Ревчика Не удался Либератор все еще живой Можно прилететь И просто блощить Добыть Сейчас Можно на вторую базу Воровать Так Зачем нам пустое место Аверс-то Либератор раскладывает Так Улетает от спорки На вторую нужно лететь Раскладываться спокойно Вот сюда 10 СЦ-шку Аверс уводит Реводжеры есть Реводжером хочет Либератора выбить Абсолютно очевидный момент Еще один танк заказан Сейчас нужно танк Рассижить Так Танк рассижил Вторую базу минусуют У Ревы фактически А Либераторы Простите Реводжеры как раз Против Либератора Крип нужно на мейне выбивать Еще один танчик Нужно заказывать Добыча у Аверса Хорошая сейчас идет На мейне Либератор раскладывается Еще два дрона Минус будет Ревы не контролит Дроны минус Реводжеры стоят Ничего не делают Либератор Аверс уводит Хорошо Аверс контролит Этим Либератором Один из юнитов Уже забрил Видит Ревы Ну вот это ошибка Нужно домой было улетать Даже ни разу не выстрелил Конечно это ошибка была Медивак да заказал Аверс Медиваком контролит Еще один танк строит Перевозит танки ближе Сейчас Нужно сканить Нужно убивать Крип Сейчас Либератор Ближе подводится Сейчас еще одна факта Пять танков Да емае Ближе нужно вести Их уже Исканить Все убивать К чертям Так идет Ревчик вперед Либератора Надо ближе перевести Садится в нидус Нет не садится Ревчик выходит вперед Под Либератора Под танки Танков пять Уже вообще много Реально танков Чуть на фаерболах Еще медивак Не отдал Авер Что ж ты делаешь Аверсок Так Рева идет дальше По третий танк приходит Здесь нормально танки Дэмэджи выдают Фаерболы пошли На верхний танк Ну нормально Аверс вроде как Отбивается Рабочих больше Лимита больше Либератор Еще один заказ Ну крипом Рева правда Все заплодил Это может зарешать В перспективе Кстати говоря Так Минус ревозер Криптуморы Аверс выбивает Все Криптуморов Кдшихся больше нету Танки вычинивает Либератор Сейчас еще один будет На факте Лава восстанавливается Здесь тоже Лава пошла Односкан Пошел от Аверса Выбивает Криптуморы Понемножечку Так Один криптумор У ревчика Остался здесь Фактически На нидусе Садится Уходит Рева Своими роучами Мечащимися Взад Вперед Что же делать Что же делать Аверс Отбивается Аверс Ресурсов 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 Пока нет Просто Добывать Все газы И просто Либератор Сейчас Под реактором Отстроить Некоторое количество Сколько у него Есть один Ну еще два Закажет Три Будет в итоге Скан Аверс Светерева Какой хитрец Он где Поставил То все Так Пользователь Софава Активировал Премиум На ваш канал Килсы У юнитов Не видно Почему А из-за Вебки Килсы Не видно Понял Озвучивать Буду Спасибо За поддержку Черт Так Здесь Либератор Мимо Прилетает Куда-то Роуч Стоят Здесь Реводера Больше Нету Аверс Кстати Мех Играет Вот чем Прикол Против Меха Еще можно ожить Здесь Но нужны Либераторы Две Туречки Пошло Ой Хэпич Долго Чувствую Будет Ждать Всего Происходящего Пацаны Сражаются За сердце Килы Битва Не на жизнь А на смерть Пошли Пошли Депошки Саплайблок У Айрес Айяйяй Саплайблок Как же так Армори Есть Почему-то Грейды Не делал А Уже Атака Есть Вот это Новости Муталис Ков Шесть летит Вперед Семь Летит Вперед Пять Еще До заказа Двенадцать Будет Третью Хатурева Ставят По рабочим Отставания Пока жестко Очень Залетает Десьминка Туретка Так Один танк Ничем Не прикрыт Торы Туретка Мешает Торам Пройти Нормально К мутке Перевозит Аверс Выше Тора Одного Так Залп Пошел Второго Нужно Перевести Уже Сюда Так Что боится Реактор Сфакты Сбивается Вылетает Еще один Либератор Очередной Либераторов Нужно Побольше Просто Сейчас Тор По стеку Ой Как прилетело По стеку От Тора Посмотрите Как все Пожелтели Сразу Муталиски Бедняги И сейчас Рева В стек Собрался Если бы Либераторы Через Аклик Сюда Летели Еще От Тора Прилетел Один залп Вот К они Останавливаются Они в стек Слетаются Там Так Проходить Такой Дэмэдж Может Колоссальный Будет ли Аверс Какой-то Элегантный Выход Делать Сейчас Я не знаю Так Три Либератора Один Погиб Печально Муталиски Регенится Нужно Реве Улетать Роущий Добавляет То есть Роу Ого Рева Собирается Посмотрите Что делать Давайте Посмотрим Так 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 Очень Интересный Микс У Аверса Плюс Два Заказанная Либераторы Торы Танки Подтягиваются Тоже Бункер Только На хайграунде Остался Мейн Вообще Не контролит Сейчас Вот это Здание Могло бы Зарешать Еще раз Девять Разурителей Вижена Спайра Нет до сих пор О чем ты говоришь Вижена Не было Так Пошла Атака От Рева Либераторы Раскладываются Либераторы Что танки Падают Сейчас Оба танка По моему Погибло Но Либератор Демеджи Много Выдает Фаерболы По Либератору Сейчас пошли Как же Туры Реводжеров Разваливать Либератор Выжил В итоге Это так Зарешалось Сейчас жестко Фаерболы По Туру Пошли Тора Спасает Аверс Посмотрите Как Законтролил Просто Здесь Хелбаты Третью Жгут В итоге Ну что Торы Против Реводжеров Просто Изничтожают Конечно И с ними Ничего Не могут Реводжеры Сделать Абсолютно Но Все это Результат Отбитого Нидуса Конечно Со стороны Аверсы Так Хелбаты Чуть не Дожгли Хату Сейчас Четыре Хелбаты Дожигают Третью Смотрите Минус Синим Пламенем Жгут Они Здесь Чуть Еще Чуть Еще Яйцо Не Сожгли Дева Продолжает Руч Теперь Макро Переходить Даже Против Меха Смысла Особого Нету Полетели Дробщики Дробщики Трех Хелбатов Здесь Все Замечательно Сработает То, что Пришел Молодец Хелбаты Жгут Танки Жгут Действующие Заходят Торы Просто Все Разваливают ПП Пишет Ревчик И Выходит Из Игре 1-1 Интрига Интрига Это уже Не просто Ядерный Взрыв Это Термоядерная Реакция Может быть Когда 1-1 Будем Врываться Ревчик Повтор Конечно Смотрит Как же Так Ну Нидус Блин Принял Нидус Аверс Все Как Как Еще Термо Так, смотрю, здесь все Что происходит Меняю сцену для вас Давайте сетку еще раз обновим Посмотрим, кто из наших Еще жив до сих пор, пока у нас Элегантная битва идет Так, ДМС против Джонни Рика Бьется сейчас, блин, жаль, что Почему ДМС не в верхней части сетки Блин, ну если ДМС Выиграет Джонни Рика Здесь-то, посмотрите, уже точно Уже Аверс и Ревич против Хэппи То есть точно СНГшник будет биться за квоту Сто процентов Но с кем? С ДМС или с Джонни Рика? Стрэндж с Элроем Стрэндж может в битву за квоту выйти Кстати, сейчас здесь Велму сортов Всех можно одолеть Давай Стрэндж тащи, красавчик просто Один тур можно скрыть еще Ну все, замечательно Сейчас главное в игру попасть Захожу в игру Сцену меняю Захожу в игру Стрэндж Что-то на стриме майкера у Миши там пригорает, что ли? Я чуть не понял. Инопланетяне настолько умные, компьютерные, что ли, или что? Я чуть не понял. Майкер. Даже сильнее, чем Аверс и Ревчик. Привет, буф. Нет, сегодня такой только полноценный день с вебкой, по сути дела. Хорошо. Аверситет. Аверситет. АСМ готов. АСМ готов. Ну а ДМС, соответственно, тоже все-таки хэппи. То есть, если ДМС выиграет Джонни Рико, он будет биться либо с хэппи, либо с победителем вот этого матча, если победитель этого матча победит еще и хэппи дальше. Минато в Ру-32 с кем-то немцем, как Минато еще, значит, там бьется до сих пор. Это очень хорошо. Ого. АСМ готов. Ого. так тут рипер что-то атакует геркилз не надо тут всякие писать вещи непристойное просто тем более третьем лице так starport ставит аверс сейчас реактор тут марики у нас смотрите блин рипера потерял просто нелепо арморчик пошел а я думал ли чего вообще это здание делается я думал что перед робочки это будут может быть что-то такое конечно и будет но не сразу так овер прилетел минус овер два овера стрел левчик вот это залетел я отвлекся и минус два овера посмотрите здесь у нас либератор строится добычи все больше и больше так еще почему почему бы не сыграть стандартно как точнее понимаю стрэндж выиграл кого стрэндж выиграл так морфит с овера я прошу прощения быстро элегантно обновлю сетку чтобы посмотреть кого же ты говоришь там стрэндж выиграл то там вроде у него и пара нету по сетке пока айл роя стрэндж выиграл ну молодец там у него еще дальше сильный оппонент достаточно так будет 10 плюс 11 пошел ё-моё тут что-то аверс просто вообще на так пошел скан на мэйн либератор влетает или куда скан а на вторую базу скан здесь порки нету сайте видит прекрасно аверс сейчас видит что спорки нет раскладывается либератор кажется ревчик почему-то решил аверс сейчас опустить вот этим билдом я такое складывать впечатление почему не сыграть в макро против меха ведь ревчик сильнее явно чем аверс сейчас он же тренется я чуть не понимаю так пошел дроп дропаются королевы дропаются линги танки три штучки здесь есть прилетает рева кстати как стрэндж не готовился все отбиться в итоге не смог вся 956 по лимиту это минус аверс пользователь морти активировал премиум и кажется даже либератор не сможет помочь здесь аверсу спасибо тебе морти либератор правда неплохо личинки тут шпарит еще раз раскладывается аверс 53 из 37 по лимиту аверса много лимита минки здесь есть либератор еще один готов здесь танк на второй базе но нужно какая-то застройка нужно что-то вообще пытаться сделать либератора тут как-то выбивает рева в итоге непонятно как ну боевой лимит такой что просто не от нечем отбить здесь аверсу танк без сиджа здесь находится минеральной линии забегает сейчас рева лингами оверы залетают нет печально все равно танк конечно просто там бьется вообще жестко 8-9 уже юнитов завалил вот тут перелетели оверы сюда не девак терять надо было наверное улетать пытаться либератор почему-то далеко где-то был ну королева либератора контрят нормально бегает пишет все таки рева втащил и рева хэпич будет элегантнейшая битва у нас дальше премиум все него с немерено подписалось уже 15 человек спасибо большое ну что ж ждем рева хэпич и батл мы сейчас стрэнджа навряд ли получится постримить почему потому что одновременно будет есть сортов велму ну сейчас хэпи рева стрэндж уже прошел дальше великолепно стрэндж погодите стрэндж уже а все стрэндж за квоту будет биться против сортов а либо велму а хэпи с рева еще не за квоту будет бьет нену хэпи рева я не могу пропустить тоже блин как жаль что все так одновременно то происходит ну стрэндж в любом случае удачи я желаю я не знаю в какой стадии сорт оффилб не знаю сколько рева там будет с хэпи начинать в итоге играть но это эпичный батл его нужно смотреть ну что ждем хэпи рева я сейчас ребят вебку отключу пойду проверю там что-то перекусить быстренько вообще только ел только днем сейчас вернусь но мне показалось что ты сам уже готов отбивать этот билд ну как выяснилось нихрена то есть так в в в в на в в в Продолжение следует... Пользователь RM подчеркивания Dart активировал премиум на ваш канал. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А вот кружку, которую мне ЕЦ прислал, кстати Тоже один из зрителей Треснуло маленько, но функционирует все равно Нормально, объемная Короче, всем привет, ребят ЦЦ-шка запилена Помните, что задержка две минуты Но битва уже началась В любом случае Все, добиваю Все Звук есть, все есть Не волнуйтесь, все будет Задержка, чего нервничать-то, блин? Не буду я пропускать всю игру Все будет упороятки Голосовалку кто-нибудь запилите Пожалуйста, ребят Кто за кого болеет Ну что, минус линк Здесь у нас оверочек залетает Марики строятся еще У нас у хэпища в бункер будут садиться Видит овера хэпи? Вот овер выходит Нужно развернуться мариками Вот же он на мэне стоит Поздно хэпич среагировал Овер сможет уйти или не сможет Рева как-то параллельно летит Вот сюда надо улетать Спалил мариками Хэпич овера может не дать уйти сейчас Но, нет, два марика ДПС хорош Но овер слишком близко К краю рева, скорее всего, улетит этим овером И, скорее всего, он точно улетит сейчас На грани, правда Фейла, срыва 24 хп Чуть пораньше бы хэпи Увидел бы овера, мог бы убить Здесь у нас лэйр строится Лэйр очень ранний Но и золото при этом заказано То есть рева тут обманщика врубает Хотя хэпи все прекрасно видит уже Можно криптумор кинуть Здесь, кстати, два криптумора Их можно оба гранатами взорвать Ну что, спайр пошел Хэпи не видит пока спайра Это не очень хорошо Ну хэпи зато дронов валит здесь И очень, очень хорошо это для хэпи Два дрона уже минус Третий Не, минус Залетает Так, вот, спалил спайр А, нет, не спайр Погодите, это спорка А где спайр-то строится? Спайр на мэне Я, просто, я что-то смотрю Думаю, спайр-спайр Это спорка строится Ой, я даю Вот он спайр на самом деле На мэне Ну, хэпи 3 Тоже заказано Привет, Анаист Не видит пока этого всего Рева По рабочим 3643 Привет всем, ребят Алекс Элит Всем привет, ребят Всех рад видеть Благодарю всех за внимание За поддержку благодарю Особенно Киев 120 сегодня Ну что Прилетел медивак Хэпи успешно его потерял Сейчас Не убив практически ничего, кстати Рева отбивается Очень успешно Он это 9 дронов Хэпи убил Но это немного реально В этой ситуации То есть Рабочих сейчас на золото Это закажет Рева Ресурсы на муталисков Есть И нужно просто Больше личинок Сейчас Еще один медивак Прилетает А еще дронов Конечно Реве терять не стоит Здесь дроны Еще подъезжают Новые Линги королевы Приходят Сюда все отбивают Нужно добычу Начинать быстрее Что Рева и делает По лимиту в плюсе Здесь СЦшка Еще только будет готова На это время Нужно По периметру Туретки Ухэпи шли Но минеральной линии Не заказал Можно пролететь Кстати На халяву Ну что Муталиски вылетели Четыре штуки Есть Хэпи незаметно Дропывается на мэне Посмотрите Два гиллиона Два марика Риппер А Рева не заметил Это дроп Вот сейчас хэпи прилетает И начинаются проблемы Здесь Королеву гранаткой Отконтролил Проблемы на мэне Просто гигантские Вот сейчас По дронам Уже потери Серьезнейшие Начинаются Хэпи много Здесь наубивал Или сколько Он наубивал Да еще Десять дрон Не не десять Здесь погибали Еще Ну где-то штук Наверное Восемь Наверное Убил Хэпи еще Спасибо Троянец Пристройка Завершена Пристройка Завершена Так Прилетают Оверы Здесь два Либератора ЦЦ Вылетает На третью Посмотрите По лимиту Двеносто Три На семьдесят Два Пульза Ревы Может Не знаю По лимиту Вообще Колоссальное Преимущество Реализует Ли он его Вопрос Хороший Либераторов Всего два И Хэпи Не продолжает Их Масить Три Выто Посмотрите Тут И линги Все Все дела Еще бы Как-нибудь Грэдов К этому Билду Добавлять Так Факта Пошло Номер Два Что Торы Что Или Зачем Факта А Минки Масить Хэпи Собирается Прочитал Игру Ревы Просто Ревы Посмотрите Хэпи Поднимал СНГ Он частенько Играл И так Постраиваются Что Хэпи Уже Знает Как Постраиваются Что Делают Сразу Факта Вторая Выход Масминки С закупочкой Насколько я понимаю Идет Либераторы Здесь мутку Принимают Щиты Заказаны У Хэпи Есть ли Армори Вопрос Да Армори Есть Уже Давненько Так Сминает Ревы Сейчас Хэпи Взалпы Минок Очень хорошие Беллинга Взрывает Заходит Ревы На золоте Очень большие Проблемы У Хэпи Рабочие Будут потеряны И скорее всего Все Стимпач Сверху Хэпич Пытается ССшку Забрить Рева Сейчас Муталисками Но ССшка Вычинивается Либератора Начинает Помутки Выдавать Дэмэдж Все таки Сбривает ССшку Хэпи Рева Но лимита Хэпи Больше резко Становится Слишком много Юнитов И сил Вложил Сейчас Ревчик Что Зрить Все 70 Лингов Ну не все 75 Сейчас погибли Через 10 секунд Беллинги Как раз тоже К этому моменту Будут готовы Крип выбивает Весь Минки Есть Закопки Правда У Минок Нет Так Муталиски В стеке Либераторы Так Минки Выманили Залп Минок Точнее Беллинги Беллингов Сейчас В Рязани Вымыли Минки Залп По Беллингу Минус Беллинг Либератор Падает Номер 1 Падает Номер 2 Муталисков Хэпи Не помню Фокусит Или на муве Дерется Развалился Здесь Хэпич Но Приходит Прирост КСМ Приезжает Муталиски Разваливают Сейчас Минки На КД Оверсира Нету Блин 4 Минки Сейчас Рева Будет ходить По Этим Минкам Зачем Ты здесь Стал Ревчик Ты чего Творишь Уйди Отсюда Так Муталисков Несколько Штук Есть Если Рева Сейчас Сюда Просто Сделает Мув Он Может Просто Сказку О Потерянной Мутке Создать Просто Жесткую Залп Минус Линги Посмотрите Так Оверсир Морфится Еще Линг Подбегает Ну все Рева Сообразил Что надо Линга Вывести Еще Одного Хэпи Делает Выход Сейчас Золото Восстановил Так Еще Десьминка Есть Видит Ревчик Хату Четвертую Занял Золотую Оверсир Есть Все Можно Ошибиться Хэпи Сейчас Придет Посмотрите К своим За четырем Минкам И сейчас Если Выманить Все На эти Минки Будет Жестко Так Пошли Залпы Несколько Лингов Подбревает Хэпи В итоге Но Лимит Ревы Больше Сейчас Один Один Делается У Хэпи Уже Один Один Есть Хэпи Принял Решение Отступить Сейчас Не стал Лезть На Отсутствует Очень Боится Рева Сейчас Много Беллингов Мофит Ему Бы Раскачаться Немножечко Не В зале А то Как бы Так То Он И так Просто Слишком Велик Раскачаться Экономику Свою В игре Так Один 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 Грейды Делаются Будет Через Тридц Нет Меньше Через Тридцать Двадцать Секунд Уже Где-то Хэпи Делает Забегание Четвертую цешку Строит Дома На обороне Стоит Два-два Грейды Делаются Здесь Забегания Идут У нас Передропчик На мейн На мультитаске Разводят Реву Хэпи Сейчас Рева Пошел Всеми Юнитами На мейн И в это Время Врыв Будет Конечно Вот сюда На четвертую Базу Хэпи На стимпаке Забегает Есть Ох Хэлбаты С мариками Просто Разваливают Сейчас Лингов Мас Мас Сплит От Бэйна Пошел Залп По Бэйлингу Но уже Поздний Залп Но все равно Здесь В общем-то Хэпи Удачно Подрался Лингов Просто Немеренно Наубивал Загружается Улетает Улетает Сейчас Ну Здесь Двой Минки Есть На мейне Дробщик Отбил Ревчик Муталис Кем Возвращается Не хватает Добычи Газа Сейчас Очень Сильно Реве Загружается 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 Сейчас Заходит Ревчик На четвертую Кэпи Кэпи Шатает Ревчик На четвертую Тоже Но здесь Основной Замец Поэтому Показываем Что здесь Происходит Чуть-чуть Даже Можно Отдалить Ну что Заходит Кэпи Залпы Минок Жесткие Сейчас Были Бэйлингов Несколько Штук Мису 130 На 97 Здесь Четвертая У Ревы Падает И у него Добычи Не остается Практически Кэпи В куче Сейчас На халяву Ревы Тут Бэйнами Заходит Кэпи Там еле Засплитится Почему Бэйлингами Дальше Не пошел Ревы Сейчас Не понимаю Но все-таки Ревы Расконтролил Цц Потеряв Но посмотрите По лимиту 94 116 Кэпи Больше И у Ревы Просто Ничего Здесь Нету Бэйлингов Нету Так что Марики Приходят На 2-2 Просто Грейда Громят Сейчас Зерга Позицию Великолепную Хэпи Занимает Расконтроливают Просто Все В кламищу Мутариски Прилетает На Мариков Попадает Начинает Терпеть Бэйлинги Вышли Минус Нули Все-таки Мариков 125 88 По лимиту Ну что 131 84 Вопрос Времени Когда Дожмем Сейчас Кэпи Реву Развел Хэпи Стрэндж Сорт Оф Он Будет Все-таки Одолел Вел Сорт Оф Стрэндж Говорил Что Сорт Оф Посильнее Будет Так 12 часов Захожу В игру А Все Стрэндж Начал Играть Уже Сетку Сейчас Обновлю Ребят Да Стрэндж Сорт Оф За квоту Первый матч У нас Джонни Рико Выиграл ДМС То есть Хэпи Будет Или Рево Боится Против Джонни Рико Сейчас Что-то Не заходит Револьвер Пока Очень Странно Ну что Один Наш Представитель За квоту Убьется Рад За Стрэндж Нужно Нужно Биться Ведь В финалах Может Он пройти Там Два Матча Выиграл И все Окей Рево Видимо Реплей Смотрю Не знаю Почему Не заходит Пока Что-то Что-то Амиша Урубил Тут Случайно У нас Главное Точнее Даже Навел На Стрим И Урубил И все Стрэндж 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 Рево Рево Готов Заходить вроде бы сейчас нет, по зданиям минки вообще урона никакого не наносят ни сплэшем, ни прямого сортов стрэндж у морали коса на стриме все, поехали ну и у хэппи уже есть оппонент так что за стрэнджем по рестриму последим немножечко сейчас ну что, 1.0 хэппич погодите-ка а, завтра у нас уже пятница получается завтра у нас, кстати, ребят будет GSL, во-первых 4 и бо-5 и завтра у нас будет еще кип-бэт-рейс-ворс шоу-матчи в 6 часов вот эта вот лига, не шоу-матч, точнее лига групповой предпоследний день завтра Блай будет биться у него еще есть шансы пройти в плей-офф вот, и будет очень интересно 6-бо-5, я потом вам покажу, какие там будут лоба-5 ну там я буду стримить GSL и подряд вообще без паузы, в общем-то, далее все это дело ну что, да не, с хэппищем на такой карте против меха прокатил ну с хэппищем дроппин таких скорее всего далековато будет почесать можно, но столько подумав, что же будет делать лево два вторых места, как традиция смотрится надеюсь, что будет сегодня два первых места на одно я вообще не согласен, ни хрена потому что Стрэндж за квот убьется и хэппи за квот, или рево будет биться но пока за квот ближе к битве хэппи вот, ну я не буду каркать, чтобы потом никто ничего не говорил вот, возможно, что возможно, что и ревчик потащит прилетает рипер, начинается контроль один линк минус уже гранатка, пошла еще двух линк минусую сразу хэппи, кстати, одного за счет гранаты убил долго ли еще будет исч стрим? стрим будет идти ну вот, во-первых, сейчас сыграет хэппи с рево и во-вторых, хэппи сыграет за... или рево, блин, все, я хэппи все равно в хэппи вперед продвигаю за квоту с Джонни Рико сейчас будет еще битва Стрэндж играет с Тортопом, постараемся посмотреть сейчас рестримчик так, залетает хэппи, криптумор веет, но принял решение зайти на мейн спарит сейчас лэйр, палит лэйр и что же, будет это Нидус или будет это у нас спайр в итоге быстро, я не знаю рипер минус, естественно, гранат пусты у хэппи на последних, все привет, реализатор, всем привет, ребят конечну с вэппкой не бойся, мистер членс, камера не багажник вот, когда кто-то на тебя будет смотреть когда ты в багажнике будешь может быть и я, например тогда тогда да так, инъекции от репчика пошли все-таки элегентнейшие просто, посмотрите элегентиш пошел просто элегентиш пошел сейчас выезжает хэппи вперед и хэппи, кстати говоря, первый в атаку уйдет на хелбатах и мариках правда, рипер уже погиб то есть 6 хелбатов плюс марики будут врываться здесь очень много королевы зачем рева отдает лингов до королев вообще сейчас нужно просто принять с королевами и все будет в порядке медилаг сразу же отфокусить нужно все, кстати, хэппи здесь вообще, на самом деле, ему не надо идти вперед просто линги только не через атаку окружить конечно, окружает рева лингов слил сейчас хребищ ему вообще причем жестко парабам, хэппи проседает сейчас пошел морф оверов хэппи сканит мейн здесь порочка заказана под либератора хэппи пока не понимает, что происходит кстати, еще элегантно этот билд апгрейджен армором был у ревчика, я вижу то есть не безгрейдовый дроп ну что, либератор прилетает здесь хэппи просто копит он понимает, что нужно скопить хелбатов и мариков вообще все, что ему нужно сейчас, это вот именно эти юниты либератор блочит мейн, но с хэппи против хэппи либератора мультитаском это как-то вот печально 0-1 стрэндж, Суртов силен Суртов раньше был достаточно силен я помню, его даже Армада убивал он настолько силен, как там Степана когда-то в воле не был, как еще какие-то зыры ой, как либератор имбову встал, как он пью-пью сейчас делает больно рабы ошибаются, сейчас говорит, не заходите не переходите эту линию красную вообще она правда белая, но все равно красную не переходите корейские квали на кунг-фу кап а, кстати, да, блин, ну завтра GSL, завтра не получится корейские квали на кунг-фу кап бункер есть у хэппи, хэппи, хэлбатов 6 штук, куда здесь дропаться реви, реви сейчас прямо на хэлбатов, королевы первые пошли трансьюз не успевает кинуть, там столько энергии было-то, жесть дропается ревчик, по лимиту, кстати, в плюсе ревчик сейчас и дерется-то он очень хорошо с Арморчиком-то трансьюзы линги ксм-ок прессуют неужели хэппич сейчас развалится, очень похоже на то здесь хэлбат лингом просто через депошки выдает, дэмэджа немало здесь битва идет на грани фейла а ревы-то убивают хэпи, посмотрите-ка, что за элегэнтиш пошел вот это да, спешл тактикс-то ревчиковский, вообще какой-то четкий он реально работает но правда по лимиту сейчас становится все-таки ревы меньше парабам, печаль из либератор, если бы не этот либератор вот такое условие, я засмотрелся на бой, а либератора не увидел так, Йоркиус, с матюгальником нельзя, с матюгальником у нас все культурные если будет сообщение матюгальник, будет его Алиса площить скорее всего, хотя иногда проходят некоторые слова ну а в чатике заблощат люди так что у нас как бы не покупается за деньги никак и слава богу ну а поддерживать можешь и все можете поддерживать ребят, меня мой канал, естественно всем спасибо за внимание интересно, у нас сегодня Старкрафт хэппи против Джонни Рика будет биться? я не понял, а почему вы говорите, что Стрэндж уже проиграл? он счет забыл выставить, что ли? да, поставил счет уже 1-0 так, ну что что, Стрэндж бьется с с урт уфом, я хэппи еще попросил заинвайтить Джонни Рика я не знаю, что вы получили я не знаю, что вы получили я не знаю, что вы получили а он не scouted для третьей базе но на тайминге этого вы могли бы получили да не он? но если бы не Либератор то да, там могло бы все быть по-другому я не знаю 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 без СГГ разве по-моему СГГ вышел лево или мне показалось нет вторая неделя последняя Элиарх но будет еще отбор по ладерным челленджер из ладера топ-16 ладера будут биться за 2 квоты и призы ну хэппи заинвайтить не должен я как бы тут не парюсь вообще хэппи должен инвайтить стрейш очень ранний третий нексус ставит сейчас на 3-40 сейчас ставил он третий овера погнал к нексусу своему ну нахрена к нексусу так гнать его было ё-моё блин неужели он уйдет этот чёрт как меня бесит такая хрень нужен сталкер сейчас не ну сейчас за квоту уже конечно сейчас переименую даже стрим кстати ребят в описании контакта группа моя буду там стараться выкладывать когда буду стримить и сами стримы какие-то видео туда будем добавлять записи и там еще чего-то так что смотрите заходите в группу она в описании с К2ТВ и Гудгеймом выкладывать уже и у меня фон обои с розами прошу прощения сцену не переключил а сцену тут же у нас точно эта сцена нет здесь ничего меньше сделать на надо будет продумать это все дело потом потому что на ли стриме да я подумал что вот это как не очень буду куда-то другое место текст располагать на пока только такая ничего страшного ники что закрывает главная игру видно карту карту до 98 107 вообще ситуация для стрэнджа очень даже неплохой вижу дворову он ставит посмотрим там тут у нас гидра кстати такое ощущение что сортов как-то агрессивно хочет играть ладно давайте пока на секунду уберу раз вы плачете пока давайте для удобства показывает так вот сделаю ну а вот на пыли кэпа вытаски нет нет видер не появился и не будет появляться я думаю до строка будет всегда так но по-другому в будущем когда получится менять 146-126 по лимиту люркер дэн там у сортов что трэндж камни поднимать стрэнджу тоже нужно ставить просто 4 нету с фениксами летает харасси ты очень неплохо даже я бы сказал это делает стрэндж газ собирают контроль хороший демонстрирует стрэндж кстати говоря так от гидры нужно уйти сейчас один феникс минус стрэндж куда-то так фиат что там в и в в в в и в в в в в в в в так и печен войти захожу донат убери тебя лучше сейчас уберу так заходим к и пищу так здесь что-то бегает сортов стрэндж заходит так роботик забрал оба что любите к стрэнджу забрал одно робо стрэндж 2 раба стрэндж восстанавливает печально 193 132 сортов силен очень заходят опять роущий гидро так стрэндж боится драться почему там две группы ё-моё так у верча же пошли с одной стороны стрэндж пытается подраться с другой сортов заходит тоге блин стрэндж не может разорваться на два направления это очень печально так сделки отдаются нижнюю часть отбил стрэндж наверх нужно идти если шторм я не знаю люра и у стрэнджа проблему очень большие 111 170 нет развел как-то сортов стрэндж исчез хлам как так вышло я даже не понял печалишка какая сортов прошел жаль что стрэндж не прошел ну за хэппи ответка сейчас хэппи против джонни рик и с хэппи пройдет будет хорошо конечно так здесь все восстанавливаем поменял название стрима так какое поэмо джонни рико посмотрим сейчас переименовал ну все если не если хэппи не пройдет сейчас то во первых во первых никто не будет биться финалах в субботу из наших и во вторых никого пока нет из наших на финальном турнире в катовице вообще на иеме то есть если сейчас не просто нужно пройти нужно еще в субботу выиграть 2 в 5 как минимум или там до 3 в 5 я не помню как там уж по-моему 5 сразу везде там начинается я отвлекся пока там смотрел пока картинки эти менял местами как там стрэндж так применяю сейчас еще раз название что хэппи за коту что хэппи за коту это так у в это в там так вот выбили Стрэнджа очень жёстко. Ну всё, прилетает Хэпич, начинает контролить. АПМ у Джонни Рико тоже очень большой. Смотрите, Джонни Рико в какой-то момент очень круто начал играть. Ну, понятно, там умер, там просто до варпа не было, там уже гейтов не было. Ну, нужно Стрэнджа четвёртую было выходить, как бы перемасил очень жёстко с туртов. Стрэнджу нужно научиться много-много реально гейтов добавлять. Архонов больше, зилки-то с чажем были и мертвых. Ну, как-то зерк крутых протцев настолько по лимиту, что в 130-190 не должен перемашивать. То есть, фотонок нужно побольше. Не побольше, а не стесняться фотонок ставить. Видно, что зерк пушит. Нужен и стационарный оборону. Просто он туда-сюда бегал, как бы, естественно, сортов развёл. То есть, нужно... Армии тяжело всё убить. Армия протца на такой стадии только в одном направлении может драться эффективно. Либо грамотно сплетить как-то там, я не знаю. Хэппи ладорную возьмёт. Пусть лучше Блай ладорную возьмёт. Минато Монтик, к сожалению, проиграл. Казда Батвиннику проиграл. Хэппи лучше пусть Блай возьмёт ладорную, а Хэппи сейчас выиграет, возьмёт в субботу. Было бы тогда вообще бы замечательно, я бы сказал бы. Потому что Джонни Рико не тот игрок, которому Хэппи должен сливать за коту. Пуш с хеллбатами идёт. Готов ли Хэппи зашатать? Приходит Овера, Овера минусует. Риппер живой, хеллбаты живые. Овер минус, нужно ближе. Заходи сейчас Хэппи ещё. Так, Риппер, есть гранаточку им, господам этим, на рампу. Кидает гранаточку, Линги заходит. Мариков от контроля, крючка отводит. Только Медивак не дать покуснуть Хэппи, пожалуйста. Залетает. Так, два хеллбата в карман полетели. Блин, Хэппи вот как-то дропаете. Отпускается. Сынок, трансфюзер Джонни Рико очень крутые. Пытается королеву выбить Хэппи. А нужно ли королеву именно выбивать? Выбивает королеву, молодец. К рабочим заходит. Джонни Рико готов встречать. Ну, в итоге, вот, ну, не знаю, по-моему. Так, пили-пили. Я видел, да, он очень хорошо там как-то выступал. Ну, вот. В итоге, вот сколько я не смотрел, Хэппи этот пуш постоянно почему-то теряет. Хеллбат пуш. Вот сейчас только первые потери по рабам, но хоть что-то удалось Хэппи выбить. Хоть что-то сгорело здесь. Что? Вот только погиб. 5 дронов, 20 лингов. Ну, хотя наубивал, в принципе, Хэппи больше, да, чем потерял по ресурсу. А, здесь еще и Либератор есть. Кстати говоря, что у него? Два юнита убитых Либератором. Но проблема в том, что как-то по экономике Хэппи постоянно... Хотя нет, почему проседает? По экономике все нормально, по-боевому проседает. Ну, главное сейчас не отдаться как-то нелепо. Так, не добил Овера, ну и ладно, фиг с ним, лучше Либератора не терять. Габен. Все нормально, просто как раз-таки смена поколений не очень удачно в Старкрафте происходит и происходило. Почему? Потому что Ходс вообще был, во-первых, как бы, как по мне, самой неудачной частью в Старкрафте. Во-вторых, самой для СНГ печальной. Почему? Потому что ни команд в итоге в конце Ходса не было, ничего, как бы. Стримы не... Сейчас хоть начинаешь куда-то попадать, тут начинает давать что-то стримить официально более-менее, как бы, да, то есть ни стримов, ничего вообще, ну, вот. В Ходсе было очень печально как-то ситуация. Все что-то приуныли, там какие-то Ходсы эти начали выходить, кто-то куда-то переходить начал. Начал кипиш, все думали, что вот там сейчас получится. Во-первых, и много всяких таких тем было, но в Лотве как бы есть уже, самое главное, что молодые такие, как Стрэндж начинают что-то играть, потому что если они не забьют, если они продолжат играть, я думаю, ну, результат конья-кой будет. Просто вот все равно Лотв есть, а команд ни хрена нету, как бы, это очень важно. Был бы хотя бы один буткэм какой-нибудь в СНГ, где могли бы, ну, там с разных команд люди, вообще разные приехать, потрениться. Я думаю, результаты были бы значительно лучше. Шатает Хэппи Джонни Рика, по лимиту на десяточку всего лишь отстает. Куда скан пошел? ХЗ куда? Скан пошел, а вот сюда скан, а что Хэппи сканет-то? Боялся Пуша, видимо, от Джонни Рика, но Пуша никакого нет, здесь Лэр делается, Джонни Рика Роучи Реваджеров делает, но делает милишные грейды при этом всем. Стимпак через 11 секунд у Хэппи только будет готов. Так, Джонни Рика как будто знает, что здесь дроп будет, четвертой базе приходит. Как вот он сейчас? Вот шел туда, пришел сюда в итоге, но он, наверное, сюда просто криво туда тыкал. В итоге-то он вышел. Выйти сюда, я как понимал, хотел. Так, 2-2 делаются, танки у Хэппи Джонни Рика, по грейдам Хэппи впереди и значительно это очень радует сейчас меня лично. так, передропы везде идут. Джонни Рика видит эти передропы. На мейн Хэппи тоже пытается дропить. Дропаться, контроль, блин, мультитаску Джонни Рика совсем не хромает, посмотрите. Ну, Хэппи тоже, блин, вообще красавец. А Хэппи все равно умудряется разводить. Блин, у Хэппи, конечно, вот таких тем, они просто. Ну, главное не начать отдавать. Вот, сейчас Хэппи может начать дропчики отдавать. Он любит в какой-то момент начать отдаваться, но все-таки нет, Хэппи жестко не отдается. Еще умудряется, посмотрите, уязвимые места Джонни Рика находить. В это время есть ли заказ у Хэппи и донул часть мариков, иначе Медивак бы погиб. Ну, правильно, лучше Медивак увести, чем чтобы все погибло вообще. Ну, да, Серей, в конец Ходса, да, не середина. В начале Ходса там и Димага нормально выступала. Хэппи, я вру, да, не весь Ходс, конечно, не весь, это я соврал вам. И Димага Хэппи, вы помните, на ВЦС убивал 3-2. Там хороший он в полуфинал, что ли, проходил, я не помню. Ну, много чего. Ну, что-то сейчас пока таких результатов совсем нету. Потом как-то в конце все приуныло вообще. Тиран Вику там около 18-ти что-то, не буду врать, сколько ему лет. Немного, короче, лет. Так, идет Хэппи 3-170 на 126. Прессует сейчас очень жестко оппонентству. Посмотрите, как Хэппи на 2-2 зашел. Здесь грейдов вообще на роучер-реводжеров, только один армор, даже атаки нету. Хэппи стимпачится еще раз, фаербольчики пошли, уворачивается великолепнейшим образом, 158-142. Кажется, это 1-0 в пользу Хэппи должно быть. Здесь линги, роучи подходят, танки все отгоняют, еще танки приходят. Микос не совсем вовремя появляется у Джонни Рика. Нужно было бы, чтобы он раньше немножко появился, тогда было бы все замечательно. Что-то Хэппи танки, зачем ты перевез их-то, е-мое, стреляли бы, да стреляли нормально. Хату убил, Хэппи, Джонни Рика, хорош Хэппич вообще. Ставят точку. Так, ну что, захожу в игру. 1-0 Хэппи, близок к квоте, блин, ну только бы не проклятие, что сейчас 1-0 ведем и 1-2 сливаем. Такого быть не должно. Не успел я написать. Ну, от Хэппи такая игра вообще, конечно. Ну, Джонни Рика не понапрягал Хэппи. Это очень важный момент. Игра практически такая безукоризненная была со стороны Хэппича. Так, а в других кто будет биться у нас в сетках? Так, кто прошел, может, Занстер Найт Энд бьется, кстати, сверху. Такая не самая. Ну, проходить можно Хэппи еще, я думаю, в финалах будет. 1-0 ведет он. Никс, я понял, что Зерк нашел баг. Я же говорю, ну, 5 лет опыта стриминга не проходят даром просто так. Там и баги чуешь, и вообще все чуешь. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, кстати... На кипбете ставочки есть, между прочим, на все эти игры, ребят. Так что следить даже на Хэппи Реву было. Следите за кипбетом. Там есть все. Не знаю, как на других порталах, если или нет. Может быть, и на других есть. Пока есть немного волос. Но порода такая. Скоро не будет. К 35, я думаю, годиков через 5. Но это не главное. Главное, чтобы там под коркой что-то было. И тогда все будет окей, сам понимаешь. Депошечка. А, нет. Факта от Хэппи еще пошла. Здесь реактор будет. Короче, блочит рампу таким образом. Реактор пошел. Видимо, опять что-то хелба от ушей. Я чуть не понимаю. Когда последний раз в СНГ выигрывали в StarCraft что-то угодное. Ну, чтобы вообще выигрывали, насколько я помню. Только Димага-то, собственно, один раз DreamHack и тащил. Или что там не было. Асус Рок давным дал именно первое место. Ну, а вот второе место недавно буквально занял в Лайна DreamHack. И это было очень круто. Отстрелил демоджинный рипер линга полудохлого. Какой он чисто ковбой. Рипер Хэппи. Геленчики выходят. Новое залетел. Джонни Лика ничего не спалил. Овер решил не терять. Не стал залетать. Возвращается рипер домой. Здесь у нас забегание нескольких лингов идет. Два геленчика Хэппи. Хорошо, тут гранатка я контролил. Хэппи контролит просто велик. Да, посмотрите, абсолютно такой же бил со стороны Хэппича. Но он пока не... А, он видел хату, прошу прощения. Он видел, где золото. И Джонни Лика строит Роуч Ворон, чтобы как раз-таки встречать вот этот пуш со стороны Хэппи. Тут лингов немножечко прижег. Смотрите, они полудохлые сваливают отсюда. Ну что, еще сейчас два гелиона. Я вот тысячу раз, тысячу раз удивлялся, почему Хэппи побилду три марика всего в этом дропе. Блин, неужели как-то не грейдануть его, чтобы шесть летело или побольше? Красавчик смог, ты смог реально. Ну что, высом быть модно, высом быть сильно, высый вообще красавец. И тебе лысый телефон, я не скажу, не нужен он. Так, потерял медивак Хэппи, но хэлбатов много остается. Королева падает один, королева вторая упадет. Смотрите, хэлбаты полудохлые, но минусуют. Хэппи очень неслабо. Здесь очень удачно для него в этот раз закончился передроп. Еще и дрон приехал на отдачу. И Хэппи идет вперед победным маршем. У юнитов просто случился сейчас реально какой-то экстаз. Они пошли за Эрго убивать. У меня все печально. Старый и крутой, что за стул у тебя такой за 14 видел, стоит брать. Так, ну я за 20 взял его, потому что далековато он от меня производится. Уфе совсем далеко. Ну плюс у нас город небольшой, поэтому, наверное, приборыживают. Но мне нравится. Все удобно. Сетка кевларовая. Гарантия 10 лет. Сидеть сначала было так, потом сейчас привык. Вообще замечательно стало. Можно качалочку рубить здесь так, чтобы покачаться маленечко. Ключ со сложным механизмом, типа. Так, ну что, Либератор минус. Покарасил Хэппи Либератор. На мейн залетает 47-40 по рабам. Пока зафиксирую стул. Либератор тут просто пиу-пиу делает очень четко. Снимается Хэппи сейчас уходит. Хорош. 10-3 золото ставится. Еще раз разложился. Раздал. Успел Ревозеру и Королеве в конце. Еще раз 75-64 по лимиту. Если Хэппи отпустит эту игру, то это будет печально. Я вижу, что Хэппи уже, судя по всему, не намерен этого делать. И кому-то на третью нужно вылетать сразу же. Побыстрее, блин. Марик, бедняга. Бедный Марик, а? Посмотрите. Ну это же жестко. Танк. Танкисты, а, блин. Только пошмальнуть куда-нибудь. Танкисты. Так, пытается Джонни Рико восстановиться. Хэппич сканит. Так, минус овера. Так. Десять лет лайф будет сидеть, а я буду восседать на троне. Понимаешь, телевизор в чате Киурева не любит. Очень печально, конечно. Можно было бы расстроиться, но чему? Это все равно, что если расстраиваются по тому поводу, что тебя будут не любить гомики за то, что ты не любишь их параду, например. Например, как-то так, что я сильно не расстроен от этого. Ну да ладно. Не будем всяких таких сравнений делать. Я думаю, что многие, кто у Рива сидит и меня смотрят тоже. Ну а если кто-то там что-то не любит, то вот так вот что-то поделаешь. Выходит Хэппич вперед на 2-2 грейдах, собирая сдаить 161-166 по лимиту. От игры я что-то сильно отвлекся. Здесь 4-я ЦЦ-шка полетела. Дробчик на мейн заходит. Хороший, кстати говоря. Отвлекающий дробчик. Очень самое главное. Хэппи простимпаченный. Что-то подпустил Роучи сейчас к танкам. Блин, танки минусуются. Неприятно сейчас. Марики, конечно, хорошо стоят. Блин, как Хэппи так позволил-то развалить его? Чуть не понимаю. Хотя по лимиту его больше сейчас. И Марик, и Мародер тут вообще неплохо бьются. Танки живут. Расконтраливает. Вроде как отбивается помешку Джонни Рика. Четвертую базу минуснул. Здесь еще и не держит 147-113. По-моему, это точка в этой игре. 2-2 Джонни Рика грейды, конечно, делает. Но немножечко не успевает. Третья атака пошла. Хэппи без фугасов всю игру играет. Ну что вот, чувствую, вроде все круто идет. Но где-то косяк есть. Вот он, косяк. Фугасов нету. Ё-моё. А вот, заметил. Только я сказал, Хэппич сразу заметил. А как он заметил-то сейчас? Ну, видимо, кого-то не замедлил ли Мародера. И Хэппич заметил. Вот все делает. С фаерболов уходит. 141-155. Выдает. Деможи очень много. 3-3. Грейды скоро будут готовы. Типичный такой момент. Я не понимаю, почему. Ноги и зерги как-то по-другому играют. Да лучше... Вот если ты такой микс делал, лучше ты лингом не делай коготь, чем не делай реваджером, роучем атаку. Это же ключевая твоя армия. А грейды делаешь на лингах. На перспективу. То есть на ультралах. Но до ультралов-то в итоге не дожил из-за этого. Да, здесь пытаются Хэппи расшатать 12 часов. Линги прибегают. Расшатать не получилось. Хэппи уже пятая база. 147 на 108 по лимиту. Ну вот... Не нравится мне у Хэппи одно, что когда надо добить... Вот корейцы сейчас пойдут и добьют Хэппи. Пятый СТ-10. Пятый... Да не надо. Здесь надо дожать уже. Просто даже... Переконтроливать не надо. Просто нажал вперед и пошел. С Гастами Хэппи вперед пошел снайперить там реводжеров. Реводжеров не так уж много. Еще снайпер-шот пошли. Хэппич из Джонни Рика. Изи Хэппич. Блин, валидольный Хэппич. Реально, в последний день, последнюю квали просто затащил. В последний. Ну, красавец. В субботу Хэппи мы посмотрим. Я надеюсь, что он не попадется на Дайши. Почему? Потому что Дайши... Черт. И все мы это знаем. Прекрасно. Единственное, кому почему-то я не могу в игру зайти. Что про лайфа ты можешь новости сам посчитать. Лайфу взяли на получение денег с каких-то там ставок. Не знаю, с каких. Сейвер. Такой был легендарный зерк в первом Старкрафте. Его, соответственно, посадили в тюрьму, вроде как. Насколько я помню. Не знаю, сколько долго ли он там был. Но он реально был крут. Чисто эра была Сейвера, когда просто он... Ну, Бонж вот это называлось. Ну, потом неожиданно Битсу. 3-0 его в финале. МСЛ такой лиги пробрил. И это было прям удивительно. Как же так? Ну, Битсу-то невероятный тащун-то уже был. Но в финале 3-0. Как бы никто-то этого не ожидал. То есть... Хз что там был на самом деле. Хепич прошел. Занстер Найт Энд. Ламбо Ботвинник еще бьются. Но я Стоп Стар сделаю. Все равно как бы на Ютубе. Я не буду больше там рестрима выкладывать. Это обрежем сейчас мы все.